Долго, то мы сразу начинаем, правда, с хозу, не отходя от кассы, мы уже начинаем. Я буду вам рассказывать на первой части, на первой части, я буду вам рассказывать, как я бы преподавал математический анализ, если бы мне разрешили. Но на самом деле мне уже один раз разрешили. Разрешили мне истеки, но не на живых людях, а в интернете, на курс опенеду, платформа openedu.ru. Знаете, да, такой платформа? Да. Вот, и сейчас я изложу фактически введение мат-анализ, который там в виде 0 рефлексов. Да, ну лучше все сразу. А, это такая же, но можно, наверное, повернуть, потому что... Потому что здесь есть место для фломастеров. Да, черное. Ну вот, есть курс на опенеду. Он называется высшая математика, часть 1 и часть 2. Часть 1 это мат-анализ. То есть, часть 2, линейная алгебра, ну и начало дифоров. Вообще-то я хотел изначально, чтобы весь курс просто назывался высшая математика. Вот, хотел, чтобы был один единый курс. Потому что я не очень люблю разделять, там идеи мат-анализа и линейная алгебра очень сильно перепитаются. Вообще, как бы, смысл деления на школьную и не школьную, он примерно такой. Школьная математика это все, что касается плюс-минус умножить разделить, да? Ну и немножко-немножко-немножко-немножко степень, степень, связанная с ней, операции. Вот, а... Ну а высшая, соответственно, это две новых идеи по сравнению со школьной. Идея размерности, размерность, ну то есть, как бы мы рассматриваем линейные пространства, которые, ну, во-первых, мы сами живем в линейных двухмерных пространствах, по крайней мере, в первом приближении. А во-вторых, линейные пространства возникают и из алгебры, например, когда мы начинаем изучать разные числа, иррациональные числа, и изучаем, в каких числовых системах они лежат. В каких числовых системах, ну ладно, в каких полях, давайте я скажу, тематически, в каких полях, то есть, в каких числовых системах они лежат, если мы требуем от системы, чтобы в ней можно было выполнять четыре вот такие операции, не выходя за ее предел, это называется поле, и при этом, чтобы эта система содержала изучаемое нами число. Ну и вот возникает ситуация размерности вот этого вот, получаемого вот таким образом нового поля над тем, которое мы до этого хорошо знали, и которое называется полем рациональных чисел, все дроби. Ну и вот там тоже появляется понятие размерности, оно играет очень важную роль, в том числе в задачах, связанных с построением циркулями линейных. Там вообще одно понятие размерности решает, собственно, всю проблему, но только после, ну, после того, как его упаковать в правильную длинную цепь рассуждений, фактически основное, ключевое понятие это размерность. Это первое, а второе это, ну, предельный переход. Операция предельного перехода, то есть мы говорим, что, например, в школе мы говорим, что, а может выключим пока этот самый экран? А потом уже, когда будем картинку показывать, например, вот у меня окружности, я говорю в школе, что, если я ниточку возьму, возьму ниточку, намотаю на окружность, потом ее растяну, то если диаметр окружности был равен единице, то мы говорим, что длина получаемой ниточки по определению будет равна π. Но это не очень строго, да, ну, мы можем, мало там что с ниточкой случилось, она как-то чуть-чуть там узелок завязалась, ну, или просто, знаете, как бы идеальных окружностей в жизни, ну, так нельзя определять числонки вот так, да, то есть можно, можно, конечно, сказать, что это отношение длины идеальной окружности к диаметру, но все равно стоит вопрос о том, как к ней подобраться. Что мы, что мы, какие операции мы должны совершить, чтобы в известных нам терминах попробовать описать длина, да, окружность. Ну, на эту тему существует там теория того, что мы вписываем многоугольники, правильные многоугольники, начинаем вписывать в окружность, и каждый раз считаем периметр. И дальше мы говорим о том, что последовательность полученных чисел, когда мы считаем периметр, все больших и больших по количеству вершин многоугольников. Стоугольник взяли, тысячуугольник взяли и так далее. И каждый раз мы посчитали периметр, постепенно у нас, ну, эта последствия, она монотонная. То есть каждый предыдущий периметр, P1, меньше равно P2, меньше равно P3, каждый раз, когда мы считаем в следующий раз, он вырастает, ну, там, не знаю, в силу разных соотношений. Если мы, например, будем брать, каждый раз подразделять уже существующий многоугольник, подразбивать, то ясный просто измеряется периметр. А почему периметр, скажем, семиугольника будет меньше, чем периметр восьмиугольника, это уже, на самом деле, вопрос сам по себе не очень тривиальный, это может писать некие сравнения. Вот, но вот если мы возьмем семиугольник и четырнадцатый угольник, то это совершенно очевидно. Ну и очевидно также, что если мы взяли, там, A-угольник и B-угольник, при A, там, меньше B, нам кажется, что B-угольник будет иметь больше периметра. Но уж если мы возьмем AB-угольник, то он заведомо будет иметь периметр больше, чем A и больше, чем B, правда? Тогда, как ни странно, это очень важная идея, которая лежит матанализе в основе предельного перехода, что такое предельный переход, когда мы можем перейти в предел. Когда мы можем какие-то два допредельных выражения каким-то третьим как бы покрыть вместе, это называется предел по базе, по-научному. Вот, это самое общее определение предела, которое годится потом и для определения интеграла, что такое интеграл, и для определения присуды, и для определения всего, что мы знаем, использовать понятие предела по базе. То есть у нас есть какие-то объекты, на которых мы изучаем, чему равна некоторая функция, в данном случае ДН-угольники какие-то. Вот, и для каждых двух многоугольников мы можем выдумать третий, у которого явно периметра будет больше, чем оба. Ну и дальше как бы вопрос в том, чтобы просто доказать там каким-то образом, манипуляциями, что вот это все не превосходит какой-то величины Т. Вот любой вообще на бугоне, если взять его периметр, никогда не будет превосходить некоторой величины Т. Вот, но допустим мы это смогли доказать. Мы тогда утверждаем, что существует точное значение, которое больше всех этих периметров. Но если я хотя бы на одну секундочку от него влево отступлю, на один малюсенький-малюсенький шажок, сколько угодно маленький, то я смогу предъявить, да, предъявить такой многоугольник, у которого уже будет периметр выше, чем вот эта вот величина, там, В со звездой минус Эпс. Идея предельного перехода, да? Идея предельной точки, идея предельного числа. Ну и вот в этом случае мы говорим, что предел вот этой монотонной последствий, проще всего с монотонной, на самом деле, начинайте. Вот, предел при Энском из-за бесконечности вот такой, при Эн равен 2 со звездой. Но вот, как ни странно, существование такого числа не может быть выведено из аксиом сложения, вычитания, умножения, деления и даже сравнения чисел. Все, по сравнению есть еще, если там два положительных числа А и В такие, что А меньше В, то для любого числа С, А плюс С меньше, чем В плюс С, и для любого положительного числа Д, верно, что АД меньше ВД. Ну там есть некий набор аксиом, который определяет вообще, что такое число, с которым мы работаем. Но, пока я не наложил какого-то требования, типа того, что вот такая точка всегда существует, моя система чисел недоопределена. Она может состоять из всех рациональных чисел, она может состоять из всех выражений, включающих рациональные числа и корень из двух, например. Она может включать всевозможные выражения с участием рациональных чисел и целого ряда каких-то корней и всех комбинаций. То есть там будет очень широкий простор для различных, ну, арифметических полей. То есть систем чисел, которых плюс-минус умножить и разделить за предел не выводят, сравнения тоже есть. Но, блин, они не покрывают все вещественной прямой, да? И вот чтобы мы взяли действительно вообще все числа, которые есть на прямой, нам нужно наложить какое-то такого рода условие. Значит, теперь я хочу сказать, что этот предель не переходит, соответственно, вот он накладывается после того, как мы в систему вещественных чисел включаем еще одно маленькое, но очень важное требование, называемое аксиома полноты. Это вот существование такого, существование такого пояса-звездой где-то там, в каком-то месте, он обязательно такой пояса-звездой существует. У нее очень много разных формулировок. Сейчас я привел формулировку о том, что любая монотонная ограниченная последовательность имеет предел, да, имеет предел. Я мог бы сказать, любая монотонно возрастающая ограниченная сверху имеет предел, я мог бы сказать, монотонно бывающая ограниченная снизу имеет предел, это было бы совершенно эквивалентно просто после замены знака. Вот, это одно из, одна из формулировок аксиомы полноты. Есть еще целый ряд, у нас в школе было 10 формулировок, и мы должны были доказывать эквивалентность каждой из них, каждый другой. Ну, понятно, что можно выставить варианты по циклу, не надо доказывать 10 умножить на 9 пополам разных эквивалентностей, достаточно какой-нибудь ряд такой вот замкнутый провести, ну, и еще таким-нибудь образом устроить дерево доказательств. Вот, ну, и есть еще такие, давайте я скажу вкратце, какие еще есть переформулировки этой аксиомы. Еще такая, что любая вложенная последовательность замкнутых интервалов, поступивши отрезков, любая последовательность вложенных отрезков, да, имеет обязательно общую точку. Ну, на самом деле, достаточно говорить, что любая последовательность отрезков в длинах, которая стремится к нулю, то есть неограниченного бывает, имеет общую точку. А почему я говорю о стремлении к нулю еще не дам пределения аксиомы полноты? Потому что 0 уже есть и так, у нас есть числа 0. Мы можем говорить, что значит, что последствия стремится к нулю. А полнота начинает быть нужна тогда, когда мы не понимаем, к чему что-то стремится. Мы чувствуем, что предел есть, да? Чувствуем, но мы его не нащупали. На что я намекаю? Еще одна формулировка максимума полноты. Что значит, я чувствую, что предел у некоторой последовательности есть? Как я могу это попробовать, почувствовать? Я могу рассмотреть некоторые члены последовательности, и направо-налево от него отступить на епсилон. Получится маленький интервальчик такой, да? И я могу убедиться в том, что все дальнейшие члены последовательности в этот интервал попадают. А если мне свыше сократят еще в двое интервалов, то я скажу, ну нет проблем, вот вам Pm, где m уже там сильно больше n, допустим, да? И тогда, пожалуйста, все последующие будут попадать и вот в такой интервал. От Pm минус, Pm пополам, до Pm плюс, Pm плюс. Если мне сократят до Fm 9 на 1000, я опять найду какой-то номер. Как называется такая последовательность? Бывающая? Нет, не обязательно. На букву F начинается. Фундаментальная. Да, называется фундаментальная. И вот еще одно понимание и ощущение аксиомы полноты состоит в том, что любая фундаментальная последовательность должна куда-то досходиться. Не должно быть в этом месте пустого места, куда она стабилизируется. Если полное пространство. Вот это и есть аксиомы полноты, это и есть полнота R. Ну, это как бы есть просто дальше для других пространств будет, соответственно, понятие. Но первично это вот понятие, что наши действительные числа, они полны. У них нет дыр. Ну, интуитивно, просто идея, что нет дыр. Вот у меня анализованно. Кстати, есть даже аксиомы полноты формулировки, в которой нет дыр сразу. Значит, как мы говорим? Что значит нет дыр? Но если я возьму какое-то множество здесь и какое-то здесь, если для любых A из A и B из B имеет место, что A меньше или равно B, то тогда существует клин, который я могу убить между ними. То есть целиком выше, в нестрогом смысле, всех точек из множества A и целиком ниже, в нестрогом смысле, всех точек из множества B. Наличие этого клина – это еще одна формулировка аксиомы полноты. Ну, понятно, так сказать, ими жонглировать всячески этими аксиомами, уметь доказывать, конечно, их вариантов друг к другу, ну и постепенно начинать работать с ними, как, ну, так сказать, как вот с такой данностью. Если мы куда-то ткнули, там есть точка. И мы понимаем, как это формализовать разными способами. Есть еще один, значит, еще один способ построить, построить прям конструктивно. Построить конструк... да, это аксиоматический подход. Есть еще два конструктивных подхода к вещественным числам. То есть, как в начале мат-анализа стоит в принципе общение с вещественными числами и точное определение, что это такое. Либо мы должны задать аксиомы и доказать, что такой объект единственный сточистый, сточистый, да, естественным образом, определенного изоморфизма, так сказать. Это такой алгебрический подход. А другой подход, просто блог построить. Ну, блог построить можно двумя разными способами. Ну, может и больше, но, по крайней мере, двумя, которые мне лично очень нравятся. Первый способ состоит в том, что мы вводим в рассмотрение множество рациональных чисел, которые не пустые и не объемлющие. Значит, ну, так сказать, есть... Вот есть множество рациональных чисел, да, некоторое. Оно не пустое. Оно не целикое. То есть, есть числа в нем, а числа не в нем. Кроме того, у него нет верха, да, нет верхней точки. То есть, для любой точки из этого множества существует у. Здесь А такое, что у больше х. Ну, там, грубо говоря, визуально это означает, что вот такой интервал. Ну, и последнее, это что для любой х из А любая z меньше или равной х тоже принадлежит А. Ну, то есть она, как бы, это такие... Ну, в каком-то месте отсекли все, которые слева взяли. Но именно, как бы, строго слева в том смысле, что у него нет максимального рейтенка. Это множество не должно быть, должно быть интервального вида. Взяли все, которые здесь, и не взяли все, которые здесь. Вот. И дальше, там, начинается введение разных операций с помощью вот таких вот, то есть такие вот подножки узнают чисел, она начинает складываться, вычитаться, там, сравниваться. Ну, и это называется метод построения вещественных чисел через сечение дедекинта. Сечение дедекинта. Ну, и это подход, который описан в книге Уолтера Рудина «Математический анализ». А другой подход к описанию вещественных чисел очень брутальный, он просто в том, что мы говорим, что это десятичные дроби. Ну, а тут есть свои подводные камни, правда? Такие подводные камни есть в строении через десятичные дроби. И рациональные. Нет, ничего не, и рациональные тоже будут, просто там некой стереотичности. Любые десятичные дроби, но есть некие подводные камни. Так, а иногда бывает на тряпках такая сверху полоса белая, которая помогает стирать. Потому что... Сейчас пора. Ну, нормально, нормально. Сотрем. Ну, так. В принципе, стирается, но... Может быть, если есть где-нибудь такая обычная кладу, потому что я сейчас вот эти вот губки стану все грязные, то сказать, с кистерами. А вот. Ну, ладно, выдаю проблему. Нам нужно некоторые последствия считать одинаковыми. А именно, в любом случае, когда с какого-то места начинаются одни девятки, нам нужно считать, что это последствие определяет то же самое число, как и когда предыдущее место на единицу увеличено, и дальше идут одни и те же на едини. То есть бесконечные последовательности цифр, в которых с какого-то момента начинаются одни девятки, это не специальные какие-то новые числа, а это тождественно равно числу, в котором предыдущая перед девятками цифра просто увеличено на единицу, и все, конечный-конечный мистичный может получаться. Ну и там. У меня от тем очень много копий ломали в девятнадцатом веке. Пытались понять, правильно ли это делать, или если там есть какое-то число. Ну, было обнаружено, что аксиом полноты все-таки гарантируют, что никакого числа там между ними нет. А вот если не брать аксиом полноты, тогда аксиом архимена нельзя взять, тогда натуральный числ иначе вывели. Выявляет система нестандартного анализа. О, сейчас вот это наверняка придет. Ну-ка. Да. Ну, в общем, так или иначе, да, мы умеем теперь работать с сейчасными числами, мы освоили идею предельного перехода. Хорошо? Теперь мы знаем, что такое пинус. Но математический анализ, в нем, пожалуй, есть еще более важное число, чем и это почти самое важное число. А в мат-анализе есть еще одно число, которое е. И вот, да, число е, е, вот это число, с моей точки зрения, и есть лейтмотив всего, что называется математическим анализом. Все про е и про функции, которые сверху сверху. Ну, давайте я вам, да, да, и когда вы на эту позицию встаете, опа, даже ластик обычный есть, но, наверное, к таким глазкам он не будет применен. Когда вы на эту позицию встаете, у вас, ну, как бы, все обретает смысл. Вот разные странные сходимости, которые вы до этого изучали, замечательные пределы всякого вида, много-много предельных переходов, там, теоремы о том, что, что такое там абсолютная исходимость, все вытягивается в одну и ту же струнку, а именно математическое, корректное обоснование функции е в степени х и связанных с ней функций. Значит, а начинается все с того, что всего-то мне хочется придумать функцию, которая плюс переводит в умножить. Я ищу, у меня в числах обычных есть две такие важные операции, плюс и умножить, фундаментальные. Ну, обратная к плюсу минус, обратная к умножить разделить. Мне, как человеку любопытствующему, хочется узнать, а нет ли операции, которая переводит в плюс-минус, в плюс-умножить. Ну, и я напишу, что мы исследуем такие гипотетические, ну, вот алгебраист бы сказал, гомоморфизмы. Давайте так, я напишу это слово, гомоморфизмы. Двух операций в поле. Ну, в каком? В обычных наших чисел пока. То есть, во множестве вещественных чисел. Я просто хочу разобраться, какие могут быть такие f, что f от x плюс y равно f от x умножить на f от y. Ну, и в какой-то момент я постулирую, что мне хочется еще, чтобы f обладал свойством непрерывности. То есть, предельные переходы, если какие-то совершаются относительно переменные внутри функции, то и значения тоже совершат соответствующий предельный переход. Ну, давайте поизучаем. Предположим, что такая функция существует, хотя бы одна. Тогда я утверждаю, что я утверждаю, что нигде не равна не равна нулю. Либо тождественно просто равна нулю. Тождественно равна нулю, это совершенно неинтересно изучать. Безусловно, функция тождественно равна нулю этому уравнению затворяет. То есть, такое как бы недобросовестное изучение вопроса могло бы состоять в том, что вам задали задачу определить функцию, которая плюс в переводе умножить. А вы сказали, что такая функция есть. Это тождественно равна нулю функции. В самом деле, f от x плюс y всегда равна f от x умножить на саду. Не правда ли? Если мы исходим из того, что такие неинтересные функции нам тоже неинтересны. Я сейчас докажу, что она нигде не может равна нулю. Иными словами, я докажу, что если она хоть где-то равна нулю, то она везде равна нулю. Смотрите, как это делается. Пусть f от некоторого b равно нулю. Когда исследование проведем такое, f от a, это без сомнения, f от b плюс a минус b. Ну, вряд ли с этим можно спорить, да? Но так как здесь стоит знак плюс, то наша функция дерево этого произведения. Поэтому это f от b на f от a минус b. То есть 0. Итак, если f от b равно нулю, за f от а равно нулю другого а. То есть мы опять возвращаемся к этой бессмысленной функции. А поэтому, если мы не желаем говорить о бессмысленной функции, мы отныне можем вполне предполагать, что она нигде не равна другому. Разница нулю в одной точке, а значит, разница нулю в отсеке. Хорошо. Это первое замечание. Второе замечание. f от a равно f от a пополам плюс a пополам. Никто со мной не поспорит. Никто? Никто? По коему? Ма, это ж а пополам деса пополам, да? Конечно так, Пятачок, я и сам так думаю, да? А значит, это яхота пополам умножит на яхота пополам. Ну а значит больше нуля. квадрат числа, да? Пробуем? Значит, в любой точке такая функция есть, она вообще существует. Мы вообще ничего не знаем про это существование пока. Но если она существует, она во-первых... Ну вот, значит, итак, первое, мы договариваемся, что функцию торжественно равную нулю, мы и отбрасываем. Хорошо. Теперь, если такая функция существует среди неравных нулю, соответственно, то она нигде не равна нулю. А если она нигде не равна нулю, то она еще и всюду положительна, потому что, взяв любую, а, даже в том числе и ноль, возьмем ноль. Для f от нуля равно f от нуля плюс ноль. Равно f от нуля в квадрате, да? Вот. Ну, кстати, и мы это сейчас и сделаем. Я сейчас еще утверждаю, что f от нуля обязательно равна единице. Потому что она равна f от нуля плюс ноль. То есть равна f от нуля умножить на f от нуля. А так как f от нуля, в частности, как и любое другое число, не равно нулю, то мы можем сократить и получаем, что f от нуля равно обязательно единице. Так. Вы за мной следите за смелыми выводами? Мы делаем только одно из положений, что f от а плюс b всегда равна f от нуля, больше ничего. А дальше начинаем его эксплуатировать. И вот мы уже получили, что оно ввести положительное 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 положительное. В такой точке. Да еще в нуле всегда равна нуля. Какая бы такая функция ни была. Если их много, вдруг их много. Тогда они все в точке ноль проходят через один, вот так, как кучок такой. Функции, которые ввести вот так. Теперь внимание. Теперь мы обозначим за а а уже было, ну не важно, ладно. То было экспериментально, а сейчас будет уже навсегда, а навсегда. Число f от единицы. Имеем право? тогда, ну а больше нуля, естественно, как мы доказали уже, и мы продолжаем исследование. Продолжаем так. так, если f от единицы равно, а что равно f от двух? Это ведь f от 1 плюс 1, не правда ли? а квадрат. а квадрат. А квадрат. то есть f от единицы, на f от единицы и так далее, десять раз подряд. А в десятый. То есть? А в десятый. А в десятый. А в десятый. а в нулевой умножить на а в кубе, например, было равно а в кубе. Вот. Ну а если мы возьмем отрицательное, f от минус m. Ну предположим, что я еще не понял, чему оно равно. Ну давайте я его домножу на f от m. Тогда оно равно f от минус m плюс m, то есть f от нуля. То есть 1. Значит, f от минус m обратно к f от m. Поэтому f от минус m равно 1 разделить на а в степени n. То есть то, что в математике называется а в степени минус m. Опять же, все четко. Это ровно для этого так и называлось. Отрицательные степени были равны 1 разделить на положительные. Ровно для того, чтобы сохранялось это замечательное свойство. f от x плюс y равно f от x умноженное под y. Итак, мы уже умеем утверждать, что наша функция однозначно определена на множестве натуральных и вообще всех целых чисел. И на множестве целых чисел она определится. Ну чем она однозначно определена? Значением в нуле. Вот это вот правды я не знаю. Значение в нуле, оно могло быть каким угодно. Оно каким угодно положимым числом могло быть, но если оно чему-то было равно, то оно уже в дальнейшем на целые числа распространяется ровно как это самое. Хорошо, хорошо. Тогда следующий вопрос про числа дробные. Ну, f от m разделить на n равно f от 1n плюс 1n плюс так далее m раз. Вот, m раз. И это мы уже умеем. Это означает, что это f от 1n в степени m. Поэтому остался вопрос. Поэтому остался вопрос о том, чему же равен f от 1n. И как же мне ответить на этот вопрос? Надо представить f от 1, которое мы знаем, равно a, как f от 1n плюс так далее, плюс 1n. n раз. То есть это f от 1n в степени n. А значит f от 1n равно корень n степени из a строго по определению того, что такое корень. Корень это то самое число, которое в n степени дает n. То самое. Да? Вообще вот на данном этапе пора немножко алгебры прибавить. Правда? Давайте огоньку, да? Прибавим жару. Прибавим алгебры. Алгебра заключается в том, что у каждой операции мы всегда очень хотим найти обратную. Если есть операция a плюс b, то что такое a минус b? a минус b это такое число, что если к нему b прибавить, получится a, да? А если я определил, что это такое число, что прибавить с другой стороны получится a. Что вы мне ответите? Сложение коммутативно, естественно. Правда? Один фиг. Что слева определять, что справа. И так и так получаются некоторые операции, которые однозначно выполнимы в рамках целых чисел. Ну хорошо. А что касается деления, тоже a разделить на b это такое число, что при умножении на b дает a. И тоже неважно с какой стороны мы это делаем. То есть есть две основные операции. Плюс и умножить. А минусы вычитать. Минусы разделить уже определяется через них. В данном случае, если мы рассматриваем, например, рациональные числа, то плюс и умножить еще связаны тоже между собой. Мы знаем, что для обычных чисел умножить, ну для натуральных чисел умножить, значит много раз сложить. Но вот от этого вот опыта экспериментального, который у нас есть, нам нужно отойти. Нам нужно в какой-то момент, когда мы изучаем алгебру, забыть о том, что плюс и умножить тесно связаны. Уже в комплексных числах это не так. Нельзя так определить. Умножение определяется более хитро. И оно там преследует некоторые цели, чтобы оно было согласовано с умножением вещественных числах. И чтобы там наличество корень из минус единицы. У него есть определенные задачи, оно их выполняет, но оно уже не связано с плюсом таким образом, как было для целых положителей. Но если плюс и умножить есть, то минус и разделить уж точно есть. Теперь, что касается степеней. Допустим, у нас появилась степень. Ну вот здесь она уже явно появляется. Мы видим, что гноморфизм между плюс и умножить задается степень. Значит, у нас уже есть одна операция. А в степени В. Как построить обратную к ней операцию? Давайте попробуем. Итак, я буду говорить, что А минус с двумя вот такими, одновременно минус и деления, да? А минус и деление В это такое число, что оно в степени В дает А. Правда? А если наоборот, я подумаю, что В в степени А минус В должен дать А. То есть я двумя разными способами на этот раз могу обратить операцию. А почему это так? А потому что А в степени В и В в степени А это не одно и то же. И вы это все как раз и знаете, да? То есть обращение слева и обращение справа. Это две огромные разницы. И обе эти огромные разницы нам очень важны. Как называется вот это число? Корень В этой степени из А, не правда ли? А это логарифм по стороне В числа А. Корень и логарифм это две операции, производные по отношению к произведению степени. Производные не в смысле матом на лице, а в смысле выводимые как обратные операции. Вся оставшаяся школьная математика занимается манипулированием этих семи вещей. Плюс, минус, умножить, разделить, возвести в степень и взять корень. Правильно? И функции даже называются элементарными, если они ограничиваются этим набором. Плюс трегонометрическими, но по числаху трегонометрические это те же, если к комплексным числам мы перешли. В общем, это что касается обращения операции. Ну и здесь мы, соответственно, тоже вынуждены, в силу вот этого свойства, вынуждены объявить, что f равно корень n из А. Ну а тогда мы получаем, что f от m разделить на n равно корень n степени из А в степени m. То есть то, что в школе называют дробной степенью. Правда? А в степени n разделить n. То есть получается что? Обобщая вот этот вот экзерсис, который мы провели, мы получаем, что для любого x из q, из рациональных чисел, имеем f от x равно А в степени x. Все. Функция вот этого вида на рациональных числах является возведением степени. Доказательной функции. А что же с нерациональными? С одной стороны, да. С другой стороны, на самом деле ничего страшного. Дело в том, что рациональные числа, и это еще одна идея матанализа, но она связана с идеей непрерывности. Рациональные числа всюду плотно заполняют обычные. Если я взял через одну сотую, то я плохо различаю пробелы, только через очки какие-то очень синие, да. Если я через одну миллионную взял, я вообще их не различаю, у меня тут пробелы больше нет, хотя они реально-то есть. Если я возьму микроскоп размера миллиона, я опять увижу единичный интервал. Вообще, как бы сколь часто я бы не взял, нужный микроскоп даст мне, что там все равно все абсолютно разрешено. Но, если я этот микроскоп выкину на помойку, то в принципе мне кажется, что я все числа описал. Если я хочу приблизиться к какому-то числу, я могу это сделать только близко, сколько мне захочется. Ну, поэтому мы можем просто, проделав целый ряд манипуляций по обоснованию, положить, что e в степени x для нерационального числа, это просто предел e в степени pn по pn стремящимся к x. То есть, взять какую-то последствию зеленых рациональных точек, которые стабилизируются на вот этой вот нерациональной точке x, и по ней, взяв в каждой точке значения экспоненты, мне нужно будет прийти аккуратненько к этой точке и после чего она будет равна. Здесь нужно обоснование, что экспонент является непрерывной на множественную церковь церковь, этого будет вполне достаточно, тогда мы сможем определить предел. Ну, вот это вот обоснование, оно следует из первого замечательного предела, который есть, значит, e в степени, да, какой первый замечательный предел? 1 плюс 1 деленное на n в степени n. А, ну его так называют, да, но есть эквивалентная формулировка, что e в степени x минус 1 делить на x, это миска d. Ну, вот, собственно, к этому мы сейчас и переходим. Мы сейчас переходим к тому, чему же, как можно еще определить вот эту самую экспоненту. То есть мы, на самом деле, вы поняли, что показательные функции, это как раз те, которые нам, вот, с помощью этого равенства, на нас свалились. Но я напоминаю, что каждая такая функция, она полностью определяется значением f в точке единица, а в нуле они все равны друг другу и равны, ну, в свою очередь, значению 1. То есть любая показательная функция равна единице в нуле, и все они дают какие-то разные значения в точке 1. То есть это такой пучок функций, вот точка 0, вот точка 1, вот единичное значение, а вот вертикалка, начиная отсюда и до бесконечности. И если я вбил гвоздь сюда, то я точно знаю, что дальше будет a, значит, если это a, то это a в степени x. Ну и при разных, соответственно, a будет у нас разная ситуация, и будет целый вот такой пучок экспонент, но все они, в смысле показательной функцией, все они пройдут через единицу. А какую же из них предпочесть? Ну, понятно, мы не будем предпочитать ту, которая константа, проходящая через единицу, да? Еще одна есть константа, не только через 0 все время проходящая, но и через 1 тоже функция. Но не очень интересно, да? Зато следующие все, они как бы предыдущие, только перевернутые наоборот, 1 разделить на те. То есть, на самом деле, очень легко понять, что если здесь 1, а здесь a, то они отличаются тем, что, значит, та, которая первая, значит, будет 1 на, просто 1 разделить на ту функцию. Если здесь 2, а здесь 1 на вторая, то вот эта вот кривая, есть вот эта кривая, только обратная. Поэтому достаточно рассматривать больше единицы. Какую же из них взять? Какая же нам больше всех нравится? Какая функция больше всех нам понравится? Но давайте произведем такое действие. Давайте посмотрим на то, как легко ли мне вычислить производную от такой функции, как a в степени x, или что то же самое, от функции, у которой выполнено это соотношение. Мы тоже обнаружим нечто очень интересное. Как я буду вычислять производную? Производная f' в точке x, так, ну со звездой, да? Вот x со звездой, вот значение, а в степени x со звездой, вот у меня производная. А кто помнит определение производной, кому за турботан сдавать? Делать предложение про щипку. Аргумент будет епсилон. f будет от x со звездой плюс епсилон, да? Минус f от x со звездой, правда? А теперь внимание, вот это вот, для нашего случая, мы записываем, что это f от x со звездой, домноженный на f от епсилон, не правда ли? Правда? Сюрприз, f от x со звездой вылезает за предел. Потому что от епсилона не зависит. Не зависит, значит, получается f от x со звездой на предельное значение, при епсилон стремится к нулю, f от епсилон минус один делить на епсилон. То есть, иными словами, f от x со звездой на производную в нуле. Итак, если бы мы начали с этого, а не со сложения, не с анализа сложения и умножения, мы только вот показали, вот я возьмем функцию, которая удовлетворяет такому уравнению, и возьмем от нее производную. Оказывается, что она равна самой функции умножить на одну и ту же величину, а именно производную в нуле. То есть, такие функции удовлетворяют дифференциальному уравнению. f' пропорционально f. f' равно константно f. Вот. Это, кстати, очень круто. Это еще Ньютон заметил. То есть, он заметил, что вот из этого следует это. И потом я писал кучу процессов с помощью этой церкви. Вот. Так что это, конечно же, стоит, конечно, на плечах гиганта. То есть, если есть гомомортизм Бьюса и умножения, то есть гомомортизм двух структур, то производная в такой функции пропорциональная и самая. Ну и какую же нам функцию хочется взять? Ну мы могли проинтегрировать просто. Ну вот вы стерли только что, по сути дела. Ну да, я могу проинтегрировать. Но я как бы пока ничего не умею. Перешел, с Луной сводился, у меня есть умножение. Вот. Но я явно захочу, чтобы эта константа была равна единице. Иначе я не играю, да? Но мне неинтересно иначе. Мне хочется, чтобы она была равна единице. А? Нет, ну можно и π, конечно, можно что угодно. Но я к тому, что вот это прямо очень красиво, да? Бесконечно можно дифференцировать, дифференцировать. Да, да. Это как в анекдоте про психдом, да? Да, это анекдот про психдом. Расскажите, расскажите. А сидит псих и мотает головой. И вообще там бандар на круг происходит. Все психи там дерутся, кричат. Приходит усмиритель. Каждому подходит и говорит, я тебя сейчас проинтегрирую. И псих с ужасом убегает к тебе. А к одному подошел, а тот продолжает болтать головой. Я тебя проинтегрирую. Он говорит, эээ, грош хочет. Тогда я тебя продифференцирую. А он ничего не делает. А потом аппаратчик говорит, да я е в ступени икс. Вот. А продолжение такое. Я тебя по игрех продифференцирую. И вот тогда он вскочил и побежал. И так. Вот это очень красиво. Это очень красиво. Значит, среди них есть тарка. А когда происходит? Ну вот когда производная в нуле равна. Это что такое констант? Производная в нуле. А что такое производная в нуле? Это скорость, с которой начинает набирать ход. Да, вот этот ход. Вот эта кривая начинает набирать ход. Если производная равна единице, значит этот угол 45 градусов. То есть мы ищем такое число а, такое число а, что если пытаться в него угодить в момент 1, то стартовать надо со скоростью 45 градусов. То есть такое число а, что если функция а в степени х, ну такое число а, что функция а в степени х имеет наклон равный 45 градусов в нуле. Ну и собственно говоря, это и есть определение числа. Число е называется таким числом а, что эта функция стартует с этой скоростью, со скоростью единица. Да. А почему f от ε плюс 1 на ε равняется нулю? Не нулю, а производный в нуле. Потому что это же f от нуля, единица. У нас в такой функции всегда f от нуля равно единице. А значит речь идет о пределе f от 0 плюс ε минус f от 0 единица. То есть по пределе производная в нуле. И все. Значит, соответственно, если она существует, это отдельные стали доказывать, что она существует. И на это и есть эти все замечательные пределы, чтобы доказать и установить. Но если, если она, но если ее не существует и нигде тогда не существует в производной, да? То есть, тогда это вообще что за функция-то? Ну, на самом деле. Потом в высоком функциональном анализе оказывается, что любая монотонная функция непрерывно почти везде. И если уж она вот так вот выглядит, то она бы была либо везде, либо нигде. Нигде она не имеет права, значит она везде, значит эта производная существует. Такое супер крутое доказательство того, что есть производная в нуле у показателя функции через функциональный анализ. То есть, вначале доказать, что любая монотонная функция почти везде дифференцируема. Потом посмотреть, что в данном случае либо везде, либо нигде из-за этой формулы. А значит везде, а значит есть их штык от нуля. Ура! А значит везде дифференцируема. Ну, такое типичное. Ну, понятно, что прежде чем вы сможете вопрос с этим доказательством, вы уже будете и так прекрасно это все понимать, потому что функциональный анализ гораздо выше по уровню. Так. Вот. Хорошо. Итак, нас интересует именно это число. Как же нам нащупать его? Хочется какую-то красивую формулу, правда? Хочется нащупать такое число, что f3 равно f, ну, что для соответствующей функции f3 равно f. Ну, давайте попробуем пощупать немножко. Так. Так. Здесь требуется некоторый акт угадай. Ну, скажем так. Даже не то, что не сложно заметить, а просто сделаем следующее. Если рассмотрим вот такую функцию. Какого рожда, а? Ну, понимаете, в математике не обязаны отчитываться. Вот, если биолог рассмотрим там животное, у которого три ноги, четыре головы и пять там еще чего-нибудь. То ему биологи скажут, а на каком основании его вообще предполагает существование такого животного? Он говорит, ну, допустим, что оно существует, и выведем из этого некоторые свойства. Биологи ему дадут пендели и пошлют его, да? А в математике можно рассмотреть все, что вам хочется, да? Ну, правда, в математике все-таки надо доказывать тоже существование, но не методом предъявления можно, а какими-то другими. Вот я пишу некоторые выражения. Первое замечание состоит в том, что при любом х каком угодно оно что-то определяет. А почему это так? Это некоторая работа. Для этого нужно, значит, как раз вот, чтобы это сделать, нужна вся эта длинная теория сходящихся видов, абсолютно сходящихся видов. Все то, что в математике происходит, на самом деле, первоначально служило, чтобы вот этот вот ряд что-то определил. Именно мы доказываем, что n-ный член даже по модулю с очень большой скоростью стремится к нулю. И это вот один из пределов, который вначале изучается, что степень делить на n. n факториал быстрее, чем любая степень. Степень быстрее, чем n в катой, да? А в n-ный делить на n в катой стремится к нулю при любом а большем единице и любом положительном катоксировании. А n факториал быстрее, чем любая степень. Даже миллиард в n-ный делить на n факториал со временем пойдет до нуля. Ну почти. И скорость эта настолько велика, что вот этот бесконечный ряд, он может быть, ну как бы его можно просуммировать. То есть можно прямо физически оценить все эти, значит, все даже сколь угодно длинные суммы одним и тем числом t. И воспользоваться одной из аксиом полноты. О том, что монотонная последовательность сходится, это для вот ряда с модулем. Когда мы заменяем на ряд без модуля, мы пользуемся результатом по фундаментальной последовательности. В общем, другое аксиом полноты пользуемся. Так или иначе, мы можем через некоторое время понять, что вот это выражение что-то означает. И причем означает очень, так сказать, очень уверенно, означает для любого х какое-то число. Ну и дальше, значит, вопрос, что мы можем теперь с ним сделать. Ну вот еще целая порция страшных заклинаний математического анализа позволяет взять производную, просуммировав производные от каждого шага. Это тоже совершенно не очевидно, если у меня бесконечное количество слагаемых. Почему это я могу взять от суммы производную путем взятия производной от каждой тоже суммирования? Тоже отдельный целый длинный класс мат-анализа, который это оправдывает. Но после того, как мы ее оправдаем, что мы получим? А, то же самое. Один штрих это 0, х штрих это 1, х квадратный 0, штрих это х и так далее. Мы получили просто то же самое. То есть мы на самом деле, мы нащупали такую функцию, что f штрих от х равно f от х всюду. Вот, и так как мы знаем, что она всего лишь единственная, да, у нас все определялось, чем наклоном единицы, да, определялся вот этим f штрих от 0. Ну вот, соответственно, эта функция та самая, которую мы ищем. То есть она на самом деле равна е в степени x. То есть мы уже знаем, что е в степени x это вот это. Вот. Тогда мы сразу знаем, что такое е. Ну да, конечно. Если мы нашли функцию, которая оказалась дождественно совбадающей с е в степени x, то е это функция, в которую подставлен x равна единице. Правда? А значит, мы уже знаем для е некоторую цепрекрасную степень. 1 плюс 1, плюс 1 на 2 вкатериал, плюс 1 на 3 вкатериал и так далее. Значит, теперь я вам сейчас расскажу задачу. Вы ее решите дома. Хорошо? Задача. Яница подошел к своему подъезду. Остался 1 метр. Вот. И он делает шаг, но шатается, он делает шаг случайным образом распределенный равномерно между нулем и единицей. То есть длина шага, может быть, почти равна нулю, может быть, почти равна единице, равномерно распределена на этом адресе. Если он попал в дверь, он говорит, ура, и падает там, засыпает. Если он в дверь не попал, он делает следующий шаг, тоже распределенный между нулем и единицей. На этот раз попал, падает, засыпает. Нет, опять делает шаг. Найдите средний число шагов, который он совершит. То есть берем тысячи пьяниц, и каждый из них разыгрывает такую игру. В среднем какое число шагов они совершат. Ну вот, в среднем будет совершаться. Но я вам дам ответ, а вы его проверите. Е. Недалее как сегодня на конференции в Пистике мы обсуждали с знаменитым комбинаториалистом Джоэлом Спенсером, что пи очень легко определить, а е сложно. Для е нет никакой сказки. Я ему сказал, почему же е есть сказка о пьяном? И рассказал, он ее не знал, он был в таком восторге, что может гарантироваться, что теперь все его лекции будут в Америке включать вот это вот определение числа не. Это сто процентов. И, соответственно, эта история станет знаменитой. Вот. Единственное, что там на конференции есть поляки. Ну и вообще как бы возник тут же спор, все-таки пьяный русский или пьяный поляк. Вот здесь, здесь получилось, здесь получилось несоответствие. Возможно, в одних частях Америки будут учить, что Ереша является решением задачи о пьяном русскому, а в некоторых частях Америки о пьяном поляке. Вот это вот до конца я имею в виду. Да? А задача, они перевернуты на числении процентов. Вы знаете? Конечно! Она приводит... Да! Значит, и это вторая. Это он знал. Это он знал. Но она сложная. Только наглядная. То есть, если вы, да, относите в банк некоторую сумму, и вам возвращают в два раза большую через год, да? И при этом, как бы, это соответствует некоторому проценту, который насчисляют каждый день. Ну вот. Значит, вот теперь вы начинаете все чаще и чаще заходить в банк, получать имеющуюся с данным процентом сумму, и снова ее класть уже со сложным процентом. То если вот с простым процентом вы через год удваиваете, то со сложным процентом, бесконечно часто кладущимся, у вас будет как раз Е. И это соответствует пределу номер два. Е равно 1 плюс 1 n в n, если взять предел. Предел при n стремитесь к бесконечности. Да, а почему же эта формула верна? Почему это и это одно и то же? Ну и кроме того, может быть, кто-то не вполне удовлетворен вот таким вот дифференцированием и, может быть, не до конца поверил. Вот тем, кто еще не до конца поверил, что это как раз Е степень Х, я советую в лоб перемножить вот такие два выражения, пользуясь свойствами бинамиальных коэффициентов. Получится ровно вот это. Вот просто ровно вот это, и вы это увидите. Вот здесь возникнет вопрос о перемножении бесконечных видов. Тоже матан. Опять матан. Силу матан, да? И чтобы это сделать, тоже нужен матан. Но после того, как вы научитесь умножать бесконечные виды, вы увидите, что так уже есть. А тогда функция удовлетворяет основному уравнению. Эхот Х плюс ИГ равно Эхот Х умножить на Эхот ИГ. Что добавляет уверенности, что она из разряда экспонентов. Так. Ну а вот про это-то пару слов, да? Про это. Это тоже интересно. Значит, смотрите. Давайте отсюда. Давайте отсюда. Кто-то тут будет здесь. Давайте отсюда. Давайте отсюда. Так. Основная лема, которая нужна при любом обосновании вот того, что происходит. При этом стремится к бесконечности. Предел. Один. Плюс ЦИ делить на Н квадрат ВН равно нулю, если ЦИ ограничено. И это утверждение имеет фантастическую общность. А именно, ЦИ может быть последовательностью обычных чисел. ЦИ может быть последовательностью комплексных чисел. ЦИ может быть последовательностью матриц, если правильно понимать, что такое ограниченное. Что такое, ну, норма матрицы. И вообще, говоря по чесноку, это может быть элементы любого нормированного линейного пространства. То есть это вот здесь начинает матанализ с идеей размерности. Вот как только мы начинаем экспоненты переносить на более сложные объекты, сразу мы упираемся в то, что матанализ, значит, предельные переходы с линейной алгебры начинают как-то взаимодействовать, интерферировать, очень интересно, через матрицы как раз. Вот, значит, как это доказать? Давайте я вам дам маленький намек. Намек стоит в том, что вам надо разложить это, в общем-то, по форме бенома Ньютона. И аккуратно посмотреть, чему равны коэффициенты. Вот что у нас будет происходить. Давайте посмотрим аккуратно. А1 плюс c, значит... А, сейчас, а где здесь ограниченная последовательность? Но это на самом деле значит, что я могу взять... Прошу прощения, здесь cn просто. Я, в принципе, могу взять их разными природами. Три разных n, но при этом, значит, сама последовательность, значит, она вся по модулю меньше или равна нуля c и все меньше ану t. Вот, и... Что будет, если я возвел на каком-то этапе, да? На каждом этапе нужно свою степень возводить. Значит, если я возвел на каком-то этапе, я пишу, значит, тут n раз по cn делённый на n квадрат, да? n раз по, значит, cn делённый на n квадрат. Дальше будет n на n-1 пополам. Это биномиальный коэффициент, да? Нет. Вот. Соответственно, cn квадрат делить на n в четвёртый. Ну и типовой... Вот как будет выглядеть типовой? Типовой будет выглядеть так, что это будет n на n-1. Тогда и на n-k плюс 1 делить на k катериал. n в степени 2k, cn в степени k. Ну и вот идея в том, что на самом деле вот это всё можно просто как n в каты оценить сверху. И сократить с этим k. У меня получится здесь делить на k в трёх, да ещё на n в каты, и тут домножается на, соответственно, на k той степень какой-то ограниченной последовательности. И в результате чем дальше вы возводите в степень, да, тем сильнее давит вниз вот это n большое, которое остаётся вот здесь 2n квадрат сюда и n квадрат ещё сюда. Тут то же самое, значит, n в каты пошло сюда, и n в каты ещё осталось. Вот эта штука там, допустим, можно просто проигнорировать, считать, что она равна единице, а это одна вторая, это один на k катериал, а эти штуки, они всё время будут ограничены сверху одной величиной. Да. А это равняется нулю? В пределе. В пределе. В пределе к n в каты. Да, да. Потому что у нас с каждым разом, с каждым разом идёт, здесь всё сильнее и сильнее подавливается. Ну, можно, на самом деле, весь вот этот ряд ограничить некоторой величиной. И у вас сумма положительных чисел равняется нулю? Нет, в пределе, у нас эта сумма положительных чисел… А первая единица? Ну вот, я поставил, там она равна 1000, да, что здесь такое? Здесь там что-то деленное на 1000 плюс что-то на 1000 в квадрате и так далее. Это понятно, но у вас первая единица. Да, у вас сумма положительных чисел. Ой, ой, что я написал? Господи помилуй, единицы, естественно. Да. Единицы? Конечно, единицы. Предел равен единице, боже мой, это… Спасибо большое, ясно, что вы не спите. Это очень хорошо. Да, и это всё действительно зануляется в пределе, и видно почему. А вот это, естественно, никуда не единице, оно и есть значение предела. То есть, если вы напичкали сюда знаменатель n квадратов, то у вас предел будет равен единице. То есть он начинает отклоняться немножко единице, а потом при росте n всё ближе и ближе к единице. А тогда следующее следствие такое, что вообще предел при n стремится к бесконечности. Если вы здесь написали… Ну давайте… Для простоты давайте теперь здесь будет константа какая-то просто. Вот. Чтобы с этими вариативными не связываться, но помните, что верные для ограниченных последствий тоже. Так вот, если я сейчас напишу 1 на k делить на n плюс t делить на n квадрат, и вот это всё в степень n. И что, а? Будет игнорировать вот эту часть предельное выражение. Оно будет только первую часть. Только первая часть. Будет такое же. То есть, на самом деле, утверждение, что он будет равен пределу при n стремится бесконечности 1 плюс k на n b. А вот эта часть не будет никак играть роль. И, на самом деле, доказательство довольно симпатичное. Мы можем домножить на предел 1 минус k на n в n обе части. Домножить на предел 1 минус k на n в n обе части. И тогда что произойдет у меня внутри предельного перехода? Внутри предельного перехода получится предел при n стремится бесконечности 1 минус k на n в n умножить на 1 плюс k на n в n. Видите, что это такое? Видите, что это такое? 1 минус k на n квадрат в n. Предел, то есть единица. Ну, а второй то же самое. Предел при остальном бесконечности 1 минус k на n в n умножить на 1 плюс k на n плюс t на n квадрат тоже проглотит, не заметит этот t деленный на n квадрат. Здесь сократятся линейные части, все остальные будут заменять эти содержательные квадраты. А в числителе что-то ограниченное. Какое-то конкретное число. И, значит, тоже будет равно 1. Значит, если при домножении на вот этот предел оба эти становятся равными 1, значит они оба равны 1 разделить на этот предел. Вы с одному и тому же. Ну, а теперь, как вы смотрите, если вы умеете доказывать, что такой предел есть, то чему равен? Чему равно тогда? То есть если вы уже доказали, что такой предел есть, тогда пришло время выяснить, чему равно g от x умножить на g от f. Это предел такого на предел такого. Вносим все под скобку, общую предельную. Получаем 1, плюс x на n, плюс y на n, плюс xy на n квадрат. Внимание! Эту мы не замечаем, и получается g от x плюс y. А значит, g удовлетворяет основному уравнению, когда он удовлетворяет показательная функция. А значит, это тоже, вот это вот, вот это g, которая равна 1 плюс x на n в пределе, тоже равна тому же самому, вот этому e на x. Ну а тогда f, g это гениться, тоже равно e, то есть вот это e одно и то же. Но можно и в лоб доказывать, что предел вот такой совпадает с этим рядом. Можно и так действовать. В общем, как и действовать, у вас получается два замечательных определения. Для экспоненты. Ну а дальше... Ага. Это фактически квадрат бесконечно малый. В каком месте? Вот здесь. Да. Ну так вот здесь надо аккуратно быть. Тут как бы... Тут возведение в n идет. Именно в n, потому что иначе бы она сама была права. А вот когда в n возводишь, вот та часть, которая делится на n, она влияет на результат. А та часть, которая не делится на n квадрат, она не влияет на результат. То есть окончательно получается у нас сразу два основных способа создать экспоненту. Оба! А? Уже три. Уже три. А дефлексальный уравнение? Ну да, да. А, физики вообще любят через дефолт сдавать. Понятно? Посмотрим по уравнению. У него есть решение. Оно называется экспонент. И так как? Вот. Ну и, конечно, ничего не зависело от того, что это вещественное число. С комплексными все то же самое совершенно. Таким же образом создается комплексный экспонент. И тоже двумя разными способами. Тоже очень легко показать, что эти два способа эквивалентны. А после того, как эти два способа эквивалентны, мы знаем, что такое комплексный экспонент, это, позвольте завершить мат-анализ в Ореховой скорлупе доказательством того факта, что e в степени и фи равно минус и фи. Ну и вообще, это обобщение какого факта? Обобщение формулы e в степени и фи равно косинус фи плюс и синус фи, правда? Вот эта формула в учебниках иногда боится, ну постулируется, это наш способ просто записать косинус фи плюс и синус фи. Иногда доказывается через ряд Тейлора. Когда вы научились, значит, с помощью Тейлора все задавать, вы ряд Тейлора распространяете на комплексные числа, и потом доказываете, что косинус фи плюс и синус фи плюс и синус фи плюс и синус фи плюс и синус фи плюс. Но я его докажу в лоб. И докажу в следующем образом. Следите за руками. Лобкостью – никакого мошенничества. E в степени Ифи равно предел, при n стремится к бесконечности, 1 плюс Ифи 9 на n в n. Запросов нет, да? Что же это такое? Вот окружность фригонометрическая, вот 1. А что такое Ифи 9 на n? Я поднялся в точку Ифи и поделил ее на n частей. Правда? Соединился вот сюда и сказал, что 1 плюс Ифи 9 на n это вот эта точка. А теперь внимание. Сила свойств синуса и косинуса, она равна, то что внутри скоба лежит, равно точке окружности, то есть косинус Фи на n плюс И синус Фи на n, плюс поправка, бесконечно малая, второго порядка. Потому что если я взял очень хороший микроскоп и рассмотрел этот кусок окружности, то отсюда, от вертикальной линии до зеленой точки при том же углу расстояние является бесконечно малой второго порядка, как комплексное число. Правда? А почему второго порядка? Второго, потому что косинус плюс И синус маленького числа, ну как бы окружность здесь вот так загибается, она здесь прямой угол имеет. Ну там известно, есть некоторые предельные формулы, там синус x делить на x это примерно 1 минус x квадрат там на что-то, а косинус x, 1 минус косинус x это примерно x квадрат пополам. Ну можно и в лоб это рассмотреть. Ну тогда я считаю второго порядка. Вы прижимаете к ней, это касательная, здесь касательная, раз касательная, значит второго порядка. Первого порядка это вот эта высота, а второго то, что между ними стоит. Но мы уже знаем, что предельные выражения такого типа не чувствительны к вот этой вот бяке второго порядка. А значит я могу просто заменить на предельное выражение вот этого. Синус фи на n в n. А что же такое косинус фи на n плюсы синус фи на n в n? Как возводится в n-ную степень комплексные числа, заданные в терминентрической форме? Угол умножается на e. Поэтому в скобке вот в этой вот, под пределом стоит просто фиксированная величина косинус фи плюсы синус фи. А значит и предел ее тоже равен косинус фи плюсы синус фи. Что и требовалось. e в степени и фи равно косинус фи плюсы синус фи. А если мы поставим фи, то получим e в степени и фи равно косинус фи плюс и синус фи. То есть минус единица. А можете повторить? 1 плюс и фи на n. Как вы заменили на косинус фи на n плюс и синус фи на n? Я это заменил так. Я рассмотрел, что это за число. На плоскости вот единица, а вот и умножить на фи, да еще деленное на n. Значит, соответственно, от нее на окружности бесконечно близка второго порядка, вот этот вот угол, да, вот, если был угол фи, я вот это фактически, если я на много частей поделил, то это примерно как раз получается фи делить на n. То есть угол делится на m частей. Вот, фи, взял, положил фи, разделил на n частей, попал в такую точку, вот это вот, и фи делить на m. Отличается от, ну, просто синус маленького угла, да, это и синус фи делить на n, это то же самое, и фи делить на n, это фи делить на n, отложенное вверх. Но синус x при малых x примерно равно x, это можно заменить, и точность получается порядка даже больше, чем квадрат, она там получается q. А у косинуса он получается квадрат. Вот, поэтому заменив косинус и синус на, соответственно, единицу и фи на n вверх, мы получаем, что вместо вот этого можно писать это, и тогда отличие будет на квадратный порядок малости. А квадратный порядок малости такие выражения игнорируют, как мы видели, значит, нужно просто посчитать такой предел, а это предел константы просто. Константы повторены много раз, потому что каждый раз на каждом шаге мы получаем одно и то же выражение внутри предельного перехода. косинус фи плюс и синус фи. Ну, то есть оно и равно пределу, а значит, е в степени и фи действительно, как и было объявлено, равно косинус фи плюс и синус фи. Этим доказательством я обязан Владимиру Игорючу Армальду, которого я еще застал. Ну и все, значит, е в степени и пи равно минус фи. И в книге «Обыкновенные дифференциальные уравнения», которые я категорически рекомендую всем присутствующим, этот переход очень детально описан. Ну и вообще, книга «Обыкновенные дифференциальные уравнения» на самом деле содержит огромное количество информации далеко за пределами самих дифференциальных уравнений. Это шикарный учебник всего. Так что я вам его очень рекомендую читать, понимать, изучать этот Игор. Но да. И там очень много упражнений. Это раз. И картина больше, чем страниц. Так, ну вот. Ну вот. Я, наверное, затянул первую часть, да? Сделать первую часть. Ну можно маленькую, да. А остальные две слить в одну, как бы такую. Математика открытой проблемой и математика вокруг нас. Единый такой комплекс. Сделаем небольшой перерывчик. В этом случае каждый маленький, он тоже равносторонний. Поэтому мы просто делим его так же, как делили большой, и получаем, значит, на N квадрат. Но, например, на пять частей мы таким образом не разделим. Попытка разделить треугольник на пять частей производилась очень долго. Когда у меня была лекция в Мурманске, меня подозвала одна девочка, а, в некоторой школе была лекция, сейчас, в общем, она подзывает и говорит, вот, и рисует вот такую картину, где там все вроде как внешне выглядит как надо. И разного три, четыре, пять. Ну, там, аккуратный анализ показывает, что такая картина невозможна, да, они не будут равны друг другу. Но, вообще, эта девушка была в пятом классе. Вот она, значит, пока я задал задачу, за одну минуту выдумала вот такую картинку, значит, деление на пять частей. Так, я ей тут же, значит, книгу задарил, просто немедленно. Вот. Хотя, я думаю, что она книгу-то и растет. Вот, если там пойдет дальше. Но факт тот, что на самом деле на пять частей не было понятно, как делить очень долго, и были попытки доказать, что это невозможно. В 2013 году задача была решена в положительном ключе. Равносторонний треугольник возможно разделить на пять частей. Это вы не заметили древние греки, а, может быть, они не рассматривали такие странные варианты деления, не считая их правильными. Как они корень из двух правильным числом, они не считали. Ну и, значит, соответственно, вот то, что мы сейчас с вами увидим, а это тот случай, когда доказательство не только простое, а оно непосредственно предъявляемое. Поехали. Врубай. Патракеев. Придумал этот пример. Вот он. Пять частей. Каждый цвет есть одна отдельная часть. Михаил Патракеев. Екатеринбург. Уральское отделение Российской академии. 2013 год. Деление авностороннего треугольника на пять частей. Каждый цвет — отдельная часть. Нужно рассматривать эту задачу так. Часть — это произвольное подмножество точек на плоскости. А равные означает, существует движение, переводящее одно подмножество в другое. В самом деле. Если мы берем рыжую и желтую часть, то что нам нужно делать, чтобы друг друга перевести? Поворот вот такой совершить. Вот такой. Раз. На сколько там? На 240 градусов. Ну или на 120 в ту сторону. Относительно... Ну, видимо, в этой точке. Дальше. Зеленое — это тоже поворот. Соответственно, на еще. А синее и красное — они с отражением уже идут. Повороты с отражением друг относительно друга. И заполняют весь старший пробел. Исключительно красивая картинка. Совершенно непонятно. Ну, видимо, древние не стали бы признавать за решение наличие несвязанных частей. Но получается, что треугольник бьется на пять разных частей, но не связанных. А их можно соединить? В каком смысле? Ну, переставить, например, оранжевые, каранжевые. Никто не умеет. То есть соединить, грубо говоря, превратить эту картину в пять связанных кусков — никто не знает. Это открытая проблема. С нее и начнем. Итак, знаменитая нерешенная задача математики. Это четыре, я так не играю. Ну вот, да, древние могли сказать, что это четыре. Итак, можно ли разрезать правильный треугольник на пять связанных кусков, переводящихся друг друга в движение? Ответ — это неизвестно. Неизвестно, можно ли, нельзя ли. Нерешенная проблема математики. Далее. Неизвестно, можно ли разделить на семь. Хоть каких. Каких угодно. Неизвестно. Ну и вообще, в этом ряду, вот, на сколько здесь частей можно разделить, там значительное количество пробелов. Однако, есть еще один прикол. Появился он позавчера. Нет, в понедельник позавчера. Да. Гриша Мерзон в независимом университете показал мне эту картинку. Ну, это не он придумал, но он ее, значит, нашел где-то и говорит, вот, если ты любишь такие вещи, то вот, пожалуйста, это разделение правильного треугольника на очень-очень-очень много треугольников со сторонами пропорциональными числам 3, 5 и 7. Оказывается, треугольник со сторонами 3, 5 и 7 имеет угол 120 градусов. Так уж вышло. Можно проверить блок с помощью ТРМ-постис. А дальше уже начинает играть вот этот, да, вот этот вот аритметический треугольник, играть роль, и, в общем, треугольник большой бьется на большое количество вот этих мелких. Весьма истровообразным методом. Сколько их тут? Много тысяч. А? Кто их так кропотливо ведет? Но там есть общий метод разделения на очень большое количество частей. Но вот как уменьшить, как на какое-то разумное маленькое, это неизвестно. Кроме того, там это количество частей, оно должно сейчас там делиться, очевидным образом там какие-то специальные. То есть есть бесконечное количество новых вариантов, но это какие-то тоже последние, я понимаю, последние годы, все. В задаче непочаток рай, на самом деле, просто непочаток рай. Есть еще одна задача в этом же духе, совершенно в этом духе. Я про нее редко рассказываю, иногда рассказываю, иногда просто забываю. Задача Дональда Кнута называется. Все знают, что один, это один минус одна вторая, плюс одна вторая минус одна треть, плюс одна треть минус одна четверть, правда? И так до бесконечности. Все это знают. Также почти все знают, что если я взял разницу двух соседних обратных натуральных, то это их произведение. Одна вторая минус одна треть, равно одно второе множить на одну треть. Третий минус одна четверть, это одна треть умножить на ночь. То есть это один, это один плюс... Значит 1 равно 1 умножить на одну вторую, плюс одну вторую на 1 треть, плюс 1 треть на 1 четверть. И так далее. А это что? А это площадь прямоугольника со сторонами одна треть, одна четверть, правда? возникает интересный соблазн нарисовать квадрат стороной 1 и начать в него укладывать все эти прямоугольники, вот такой, потом 1 2 на 1 3, только как я сказал, 1 3 на 1 3, так, как нам тут уложить, вот так, 1 3 на 1 1 4, 1 4 на 1 5, в общем, дальше вот они укладываются, 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 ну и вообще говоря, нет никаких препятствий к тому, чтобы они все там уложились в виде некоторой картинки, и это было бы более сильным утверждением, чем утверждение о том, что этот ряд сходится к делице, мало того, что сходится, а еще и квадрат можно прямо заполнить с этими прямоугольниками. Кнуту не удалось это сделать, он оставил это в качестве задачи, упражнения, ее никто до сих пор не решит. Один дядя в городе Минск фанатеет этой задачи настолько, что уже написал какие-то коды, перебрал до нескольких десятков миллиардов и уложил вот этих вот прямоугольников туда уже до размеров, грубо говоря, там много десятков тысяч, намного десятков тысяч, то есть до миллиардов, уже дошел до каких-то, ну, и наоборот даже миллиард, миллиард. В общем, он упаковал уже очень-очень много и не видно конца и края, но, к сожалению, доказательство того, что этот процесс никогда не останется, тоже не видно. То есть, как бы он упаковывает, 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 но, значит, с одной стороны, каждый раз нет препятствий упаковать новый, а с другой стороны, что-то, как бы, ну, доказательство не проходит, чтобы можно было это строго доказать. Задача открытая, на самом деле. Задача открытая. То есть, ну, это такая, причем она, она не как-то безумно сложная, реально, то есть, может быть, можно-то не как-то там извернуться, просто не очень много народ над ней думалов. Так, из этой же серии есть очень прикольная задача, которая называется гипотеза Колотца или проблема Сиракуз. Ну, вот, все-таки аккуратное изучение интернета не дает четких ссылок, что это прямо во времена каких-то Сиракуз, она была изобретена. Значит, в таком же духе экспериментальная математика. Что такое экспериментальная математика? Вы берете и проверяете некий процесс, который зависит от параметра n. Проверяете, проверяете его, если все время получается, вы делаете гипотезу, что всегда получится. А дальше вопрос на самом деле, получится или нет. В данном случае процесс такой. Берем произвольное число, ну, например, 13. Пытаемся его делить на 2. Если это не получается, то умножаем на 3 и прибавляем 1. Если просто прибавлять 1 и дальше делить на 2, ничего интересного не выйдет. Если умножить на 2 и прибавить 1, получится нечетное слово. Поэтому мы умножим на 3 и прибавим 1, получится четное. И вот оно разделится на 2. Если получается делим на 2, получается делим на 2, получается делим на 2, не получается, умножаем на 3 и прибавляем 1. А потом делим на 2 и получаем свал в цикл 4, 2, 1. Вот он. Берем следующее число, проверяем его, 14, 15, 16, 17, 18. Проверяем. Компьютеры сейчас стоят и проверяют числа, числа за числами, числа за числами. На сегодня нет ни одного числа, которое бы не вернулось в этот цикл. То есть из компьютера каждый раз берется новое число, когда старое проверено. По нему запускается вот эта вот динамическая операция по полуцу. Если она приходит к этому значению, мы на этом заканчиваем. Все, которые пока были, приходят. Но интересно, что отношение максимального, в данном случае вот это вот 40 было, но, по-моему, число 127 очень долго ездит, доходя до 4000 с лишним. То есть это очень долгий процесс. Иногда бывает, что это число очень-очень долго ездит туда-сюда, и только потом падает единица. В общем, на сегодня нет ни одного контак примера, и на сегодня нет никакого доказательства, что это всегда будет так. Причем прикол в том, что даже если компьютер найдет контак пример, он тоже будет не контак примером. Ну, что сделать компьютер? Он возьмет число, и оно никак не будет спускаться к этому циклу, все время поднимаясь все выше и выше. Ну, он зацикливается, но мы не будем знать, на самом деле это число вернется когда-нибудь или нет. Единственная ситуация, которая возможна с контак примером, это если компьютер найдет другой цикл. Вот тогда мы скажем, о, вот это число зациклилось на самой себе, и это другой цикл. И вот тут-то мы скажем, да, ура, все, эта задача решена компьютером, гипотеза отрицательная, ответ отрицательный. Но пока этого не произошло, мы ничего не знаем, ни положительность этой гипотезы, ничего не знаем. Положительная ее компьютер показать никогда, он может тут перебрать, все больше и больше. Как называется эта гипотеза? Так, следующая задача, следующая задача касается совершеннолетия по-математически. Что такое совершеннолетие? Совершеннолетие, это когда вам исполняется совершенное число литров. Что такое совершенное число? Совершенное число, это число, которое равно сумме всех делителей, меньших его самого. Ну, давайте несколько примеров приведем. Единицу можно брать или не брать, в зависимости от вашего желания. Шесть. Шесть есть один плюс два плюс три. Число совершенное. Следующее, которое мы знаем, это число двадцать восемь. Это один плюс два плюс четыре, плюс семь. Плюс четырнадцать, плюс... Закончили. В самом деле. Дальше мы знаем возраст, до которого еще вроде как никто не доживал. В жизни человека должно быть два совершеннолетия, по идее. Вот, если бы его не постигнуть, какая-нибудь ранней участь. Вот, значит, тут тоже будет сумма такая же. И, когда я учился в школе, нас просили доказать, что любое совершенное число имеет вид 2v-1 на 2v-1. Где? 2v-1, простое. Вот, предлагалось доказать, что, во-первых, любое число вида 2v-1 на 2v-1, да? То есть вы двумя разными способами говорите, что такое 2v-1, 2v-1. 2v-1 можно понимать как 2 в степени n-1, а можно понимать как 2v-1. Вот, если вы понимаете двумя разными способами, просто запишите произведение этих двух пониманий, и утверждение стоит там, что вы получите совершенное число. Если 2v-1, простое. Но, опять же, не нужно помнить, какое именно, потому что 2v-1 простым быть не может. То есть, если оно простое, то это совершенное. И обратно, верно, если четное число является совершенным, оно имеет такой вид. То есть, вот это вот не очень сложно доказать, характеризация четных совершенных чисел. Ну, давайте прежде всего скажем, что вообще ситуации простоты вот такого числа в истории известны около 50 штук. Эти числа называются специальным термином. Числа Мерсенна, и неизвестно сколько их, бесконечное ли количество, как их описать. Пока просто известно, там, в районе 48-49, я не помню. Когда я был в школе, по-моему, было 43, а сейчас типа 48 или 49. Ну, фактически стоит компьютер и считает. Как наткнулся на число Мерсена простое, он говорит, ура, у нас еще одно совершенное число. Ну, и вот, собственно, никакого ответа сейчас, ну, человечество знает, какого к тестики совершенно чуть. Но самое потрясающее, это то, что про нечетные мы не знаем ничего. Нечетных, совершенных чисел не существует, говорит гипотеза. Но никто ее не доказал и не опровергил. Это открытый вопрос математики, который был открыт, когда я был в школе, и нас в листочке задали эту задачу, стремя за листочкой. А тогда интернета не было, поэтому никто не заподобил, никого подвох, никто не заподобил. Начали решать. Все выходные решал я, помню, с субботы, середину дня, когда я получал эту задачу, до вторника, когда был мат-анализ, следующий урок, я решал эту задачу. Списал там кучу бумаги, вот, принес и сдался. А учитель ехильно посмеившись, сказал, ну да, в принципе, это, на самом деле, это не решенная проблема. Но я думал, вдруг кто-нибудь из вас ее решит, в чем бы не дать, да, и мы сидели решали. Но эта задача до сих пор не решена, никто не знает. Там есть довольно серьезные оценки на, ну, во-первых, на размер, там она огромная совершенно, должно быть, но это просто чисто перебором можно сделать. Но еще и теоретические оценки на количество простых, которые должно входить в это число, если оно вдруг такое. То есть количество простых в разложении на множке должно быть безумным там. Ну, как безумным, по-моему, начиная с 8, может быть, различных простых, каких-то там серьезных стипеней. Вот. У меня, кстати, были, как вы, когда я исследовал, я пришел к тому, что там сколько-то простых минимум должно быть в разложении, но сейчас оценки гораздо более средние. Так. Нерешенная задача, ну, про простые числа, на самом деле, нерешенная задача, масса. И, значит, есть еще задача, связанная с построением правильных многоугольников. Доказано, что, во-первых, построение правильных многоугольников сводится к построению правильных многоугольников с простым количеством сторон. То есть нас интересуют п-угольники для п-нечетных простых. Если мы это умеем, то мы умеем говорить, какие правильные многоугольники вообще строятся. Причем там, на самом деле, очень интересное. Ответ такой. Значит, ничетноугольник, ничетноугольник, ничетноугольник строится тогда и только тогда, когда в его разложение входят простые в первых степенях в разложении числа n. Но эти простые, то есть если хоть одно простое в квадрате, уже точно не строится. Все. Девятиугольник не строится в циркулимерии. Двадцатипятиугольник не строится. Ну и, соответственно, кратный им тон. Но вот это, вот такие строятся, тогда и только тогда, когда строятся соответствующие п-и угольники. А про п-и угольники все узнал Гаусс. Точнее, Гаусс потом доказали в одну сторону, он узнал другую, потом доказали. П-и угольник при простом п-и строится тогда и только тогда, когда п-и есть на этот раз два венды плюс один. Число ферма, простое число ферма. Вот это мерсель на эту ферма. То есть есть две такие симметричные задачи. Задача о том, какие простые числа имеют вид 2 венды минус один, или задача о том, какие простые числа могут иметь в виду 2 венны плюс один. Та задача связана с вершинными числами, и эта задача связана с построением правильных многоугольников. Но здесь есть дополнительный элемент интереса. Если у n есть хотя бы один нечетный делитель, догадываетесь, что тогда? 2 венны плюс один это 2 в степени r в степени r плюс 1, а тогда это 2 венны плюс один на 2 в степени r на e минус один, минус 2 в степени r на e минус 2, плюс 2 в степени r на e минус 3, минус так далее и плюс 1 в конце. это разводение на множестве. Ну, например, х7 плюс 1 равно х плюс 1 умножить на х6 минус х5 плюс х4 минус х3 плюс х2 минус х плюс 1. Вы не будете со мной спорить, правда? Ну, а здесь то же самое, просто мы возведем два верта и вылетаем или нечетно. Но если я нечетно, тогда есть такое разводение. Нечетная степень раскладывается. Ну, х нечетный плюс 1 раскладывается. Но это ясно, что эти два множители сильно положительные. Понятно, что разложение на множители исходного числа. А значит, мы не можем надеяться на простоту. Все. Оставное. А значит, у числа n нет нечетных делителей. Ну и что из этого следует? Что n равно в степени двойки. В степени двойки. 2 в степени q. То есть, простые числа фирма обязаны иметь вид двойной экспоненты двойки плюс 1. Сам показатель при двойке тоже должен быть степенью двойки. И такие действительно существуют. Например, 3, 5, 17. Но на самом деле наука знает ровно 5 примеров. 3, 5, 17, 257, 65537. Это 2 в степени 2 в нулевой плюс 1. Это 2 в степени 2 в первой плюс 1. Это 2 в степени 2 в квадрат плюс 1. Это 2 в степени 2 в куб плюс 1. И это 2 в степени 2 в четвертой плюс 1. Фирма однажды сказал, похоже, что все они простые. Но был осторожен, он не сказал, все они простые. Он сказал, похоже. А Эйдер взял и разложил 2 в степени 2 в 5 и плюс 1 на произведение, которое начинается с 631 и дальше что-то такое. Я забыл. Может, даже здесь я неправильно покажу. В общем, Эйдер разложил следующее, якобы, простое число Ферма на множители. В дальнейшем компьютер разложил все остальные известные числа. Ни одного больше примера числа 2 в степени 2 в 5 и плюс 1, которое было бы простым, наука так и не узнала. Поэтому на сегодня строятся с помощью циркуля линейки 5 существенно разных многоугольников, равносторонних, правильно. А также все многоугольники с любыми произведениями, соответствующими, P1, P2, P5. В общем, 31 различный многоугольник с нечетным числом сторон. 31. 2 в 5 и минус 1. Можно их построить, как минимум линейки. Ну, а четкоугольники, там понятно, что слоиск нечетный. Потому что если я умею строить 17-й угольник, я умею строить 34-й угольник, 68-й угольник. И дальше как бы... Учем деление на 2 всегда. Угол всегда можно увидеть на 3. Поэтому, чтобы узнать, какие многоугольники строятся, сразу делите на 2 много раз, пока не станет нечетным. И если нечетный при этом имеет вид произведения каких-то вот таких по одному разу, то все хорошо. Если нет, то нет. И на сегодня вот известно только 5 простоугольников, которые строятся. Только 5 простых чисел фирма. Ни одно больше неизвестное. Мерсена дофига. Мерсена постоянно новые находят. Все больше и больше. Но про Мерсена, соответственно, гипотеза стоит, что там будет бесконечное количество дежурной гипотезы. А про чисел фирма просто гипотеза стоит то, что их больше нет. Ну, на самом деле, можно было бы сформулировать как угодно. Мы просто больше не знаем. Компьютер пока не знает. Так. Что про простые числа мы еще знаем, а что еще не знаем? Что еще знаем, а что еще не знаем? Мы знаем. Что любое нечетное число, либо простое, либо сумма трех простых. Это замечательное достижение Виноградова, а также некоторой команды, которая в 13-м году уточнила его утверждение. Виноградов доказал, что любое нечетное, начиная с некоторого достаточно большого, либо само простое, либо является суммой трех простых. А дальше, в 13-м году некоторая команда ученых провела кропотливую работу по снижению вот этого вот достаточно большого до 10 в степени 30. То есть, да, числа с тридцатью знаками. И что дальше сделала? Перебрала все предыдущие на компьютер. Просто тупо было крутальные и все. Все предыдущие тоже были суммой трех простых, либо сами простыми. Поэтому сегодня нам не нужно уже делать никакого дополнения. Утверждение заключается в том, что абсолютно любое нечетное число, либо само простое, либо является суммой трех простых чисел. Ну, это почти победа. А что было бы победой? Если нечетная сумма трех, то четная сумма чего? Ну, да, очевидно, четырех. Берем и уменьшаем. Три из четного, да? Просто всегда три. А дальше получается нечетная. 57 уже сумма трех простых. Ну, там можно попытаться угадать, каких. 7, там, например, 19 и 31. Я прямо сейчас взял и угадал. Ну, не важно. В любом случае, если мы знаем про любое нечетное, что она сумма трех, то любое четное будет суммой четырех очевидным тривиальным образом. Вычитаем тройку, а дальше раскладываем остальшеся нечетное и сумму трех. Но триумфом было бы доказать, что любое четное – это сумма двух простых. Это гипотеза Гальдбаха-Виноградова не поддается человеческому усилию. С момента 71-го года, когда Гальдбах доказал про триумфа, фактически сдвигов в ней нет. В 71-м году я еще не родился. Ну, я не слышал ни про какие разумные сдвиги, ни про какие статьи, в котором кто-то претендовал, что-то там понял и осталось ему помочь. В отличие от некоторой другой гипотезы, которой произошел революционный сдвиг в том же 13-м году. Что же это за гипотеза такая? Это гипотеза о простых близнецах. Как вообще распределены простые числа? Если я их выпишу подряд, я увижу, ну, вначале значительные их скопления. Вот. Я помню до 43, 47 было. Дальше 53, дальше, кажется, 59 и 61. Ну, в общем, если я буду продолжать, то будут часто вылезать вот такие парочки. Или не часто, но время ответить. Два простых подряда идти не могут по очевидным причинам. Одно один четное, значит, непростая. А вот через один уже нет очевидных причин. И, в принципе, могло бы быть так, что два подряд простых идут прямо через два. Более того, компьютер, если вы будете его просить, там, вам показывать простые числа, будет с завидной регулярностью время от времени выдавать вам два простых, ведущих просто через один. Эвклип предположил, что их бесконечно много таких. Эвклип предположил, что... Вот он их назвал близнецами. Близнецы. Бесконечно много. Ставлю знак вопроса, потому что это предположил их твик, но ни на каком доказательстве речь не шла. Что дальше с этой задачей происходило? Дальше происходило довольно интересное... Ее, так сказать, развитие этой задачи происходило так. Гаусс подтвердил общее впечатление, что простые числа встречаются все реже и реже. Он собрал огромную статистику, но чисто вот прямо статистику, да, по простым числам, и угадал некоторые законы. Вот давайте я... Так, ну, может кто-то сзади просто его знает, но если кто-то не знает, давайте попробуем произвести угадатель. Так, вот я беру миллиард и отступаю от него в обе стороны на 500 тысяч, чтобы остаться недалеко от исходной точки. Миллиард минус 500 тысяч, миллиард плюс 500 тысяч в рамках, понятно, такого размера как миллиард несущественно. Но с другой стороны, между ними находится целый прямо... целый огромный миллион чисел, да? Вопрос. Как вы думаете, сколько из них будут простыми? Одно? Версия одно. Много надо уточнить. 1100. То есть есть такой большой разброс. Между 1 и 100 тысяч, да? Но, в общем... Ну, чё-то мы в любом случае выкидываем 100. Может, конечно. 1000. Но вообще, значит, люди, которые думали о математике, но не знают про асимптотический закон, обычно сильно принижают количество простых, которые в этом ряду есть. Асимптотический закон, который называется теоремой Адамара Де Вале Пуссена, но на самом деле должен также иметь имена и Гаусса, и Эйлера, и Чебышова, который первый что-то действительно существенное получил на пути доказательства этой гипотезы, заключается в том, что плотность простых чисел в некоторой окрестности натурального ряда вокруг данного числа пропорционально наль на 1 разделить на логарифм натурального этого числа. Но логарифм натуральный даже миллиарда невелик, правда ли? Типа 23. Значит, каждое двадцатое число будет простым. И действительно, ближе к 100 тысячам, хотя все-таки скорее 50 тысяч. Чисел в этом интервале оказываются простыми. Но вместе с тем, если мы залезли безумно далеко, туда, куда наш компьютер не может залезть, и реально ничего проверить мы не сможем. Например, чисто типа столб степени миллиарда, ну как мы их туда можем залезть? Как мы можем реально осмотреть число, длина которого равна в цифрах расстоянию от этого места до моего дома Узмайлова, вот так, выписанных на бумаге, можем ли мы, в принципе, проверить его на простоту? Ну, вообще никак не можем. Существующий компьютер, ну, не знаю, может быть, компьютер сегодняшний за несколько лет ее решит, я просто не знаю. Но факт тот, что ни о какой информации статистической, чтобы проверить, там, много таких чисел на простоту, речь явно не идет. А синтетический закон говорит, что в районе такого безумного числа простые встречаются уже достаточно редко. Логарифм натурального вот этого числа равен миллиарду натуральных логарифмов десятки. Ну, если мы их проигнорируем, логарифм натуральных десятков, мы получим, что примерно каждое миллиардное число, ну, там, вы говорите, десятки, два с лишним, но даже пусть вам нравятся единицы, да, все равно получается, что они встречаются реже, чем в одном из миллиарда случаев. То есть там далеко-далеко-далеко, да, куда никогда не коснется никакая рука человека. Простые числа встречаются уже редко. На основании этого не пользуется. Возникло серьезное движение в пользу того, что мы просто не умеем залезать слишком далеко. Ну, ведь это вот, простые близнецы, они, ну, как бы, они визуально противоречат этому этой идее. Если простые встречаются в среднем с частотой один из миллиардов, а в дальнейшем эта частота будет падать, падать и падать, да, до нуля, то тогда какие близнецы? Близнецы кончатся, конечно, в конце концов. Ну, а дальше, когда еще некоторое время пройдет, кончатся простые числа через четыре. А потом кончатся простые числа через шесть. А потом пройдет там еще некоторое время, а мы дойдем до чисел типа десять степени десять степени десять, степени десять, да, многоэтажно, так понятно. И у нас кончатся простые числа, идущие через тысячу или меньше. Ну, и так постепенно будет все кончаться и кончаться. Иными словами, альтернативная гипотеза, гипотеза эвклида, состоит в том, что предел приен стремится к бесконечнике. Удобно, первая лекция была про матан, теперь можно просто писать предел. Расстояние между соседними простыми равен плюс бесконечности. Мы просто, ну, не умеем ждать. Если подождем, то кончатся на расстоянии два, потом кончатся на расстоянии четыре, ну, и предел равен плюс бесконечности, значит, что для любого фиксированного расстояния, даже миллиарда, я смогу указать тот участок натурального ряда, не знаю, десять степени десять и так далее, миллиард раз. Которого больше никогда не будет соседних простых на расстоянии меньше, чем миллиард. Что же верно? Это или это? Про это мы ничего не знаем. А это неверно! И опровергнуто в тринадцатом году учителем математики, мне рассказал вчера Джоэл Спенсер, я раньше не знал, я думал, что это нормально, работающий математик. Это учитель математики в штатах, китайцы Дан Джан. Джоэл Спенсер рассказал про его судьбу. Это еще одна фантастика, такая же, как и про Ди Грея, про которую я сейчас вам расскажу напоследок. То есть это тоже история в стиле учитель там уроки вел, учитель вел уроки, а потом взял на выходные, взял бумажку и опроверг гипотезу Адамара и Валепа Сена, про то, что на самом деле, ну, гипотеза следующая из той, из того утверждения, про то, что расстояние в расстоянии с соседними простыми стремится к бесконечности. Не стремится. А что это значит? Это значит, что существует некоторое конечное расстояние, на которое они в бесчисленное количество раз будут возвращаться с соседними простыми. То есть, несмотря на общий средний закон вот этот, время от времени соседний, это никак не влияет на тот закон, там все усредняется. Вот, поэтому, речь о том, что иногда они будут в этот диапазон попадать. И Танжан оценил его в 70 миллионов, что, ну, совершенно, ну, как бы, не безумно много, да? То есть, он доказал, что сколь бы далеко мы не зашли в нашем исследовании натурального ряда, всегда найдется какой-то момент после того, куда мы зашли. Где два простых числа между собой различаются не более, чем всего лишь в восьми последних цифрах. То есть, на 70 миллионов. Или меньше. Ну, а дальше еще круче, потому что к концу года с помощью проекта Холимат, когда все-все накинулись на эту задачу, это число заменений на 246. Просто 246. На сегодня мы знаем. Значит, 10 лет назад мы не знали ничего. На сегодня мы знаем, что это не ходит за неверно. Что расстояние, повторяющееся бесконечное количество раз, существует. Носит теперь название константа Джанга. И на сегодня оценка этой константа Джанга, что она не больше, чем 246. На расстоянии не более, чем 246, бесконечное количество раз, 30 соседние простые. Но, конечно, до числа 2, еще как до Луны. Утверждение гипотезы про плестые бизнесы состоит в том, что константа Джанга равна 2. Но вот это еще не устанавливает непосредственно. И, к сожалению, или к счастью, потому что все же давно с интригами быть. С 13-го года никаких прорывов больше не было. Никаких продвижений в этой задаче. Возможно, сейчас не 246, например, а 242. Но если бы, например, было вместо 246 20 или 30, то я бы об этом, наверное, никогда узнал. Вот, так что какие-то прорывы, какие-то, ну, прогресс какой-то может и есть, но он связан, скорее, просто с вычитыванием, аккуратным вычитыванием того же самого доказательства, чтобы посмотреть, где там резко, там, резали, оставляя крошки на полу, собрать эти крошки и аккуратно порезать, да, как бывает. Вероятностный, там, метод. В нем идут оценки, такие, там, е в степени x, там, не знаю, при x меньше 20, оценим это как меньше, чем 10 триллионов, это, наверное, достаточно. Потом приходит кто-нибудь и говорит, нет, это не есть триллион, это все-таки триллион. Давайте посмотрим, в результате мы выцепим еще одно число, да, и улучшим оценку. Ну, это такое вот, вот такая деятельность бывает, она называется, значит, полимат, как раз. Но в этом плане новых идей в рынках нет больше, мы их не видим. Ну, и последняя, 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 очень красивая, нерешенная задача, но в конце я расскажу, конечно, после конца я расскажу про гипотезу АВЦ, из нее нельзя вас отпустить, и будет за АВЦ, но от нас звучать. Ну, а перед любой ЦРЦ будет про гигаре. Ну, а потом я просто вам, на самом деле, математику вокруг нас очень прикольно, я покажу вам прикольную вещь, которая называется футбольная таблица этого чемпионата мира, который прошел. вот, а, так, публика, которая умеет слушать, русские выбирают, что они были автоматизированы, вот, а сюжеты, эти математику вокруг нас, вы, если что, в большом количестве вы видите в интернете, тем более у нас новый, у нас новый стиль. Видели на канале последний ролик, который называется, там, как-то, пилотный 20 минут, начинается со встречи в метро, и там много разных сюжетов в одном, и он сильно хайпанул, вообще очень сильно, то есть за несколько дней 20 тысяч просмотров, и куча народу понабежала новых на канал, а мы сидели еще там две недели назад, мы сидим и думаем, ну, блин, все тормозит, знаете, закон корня из Т, да, если вы не меняете формата вашей деятельности, то число подписчиков растет, как корень из Т, ну, а потом еще, ну, в общем, на самом деле, это логарифм, ну, вот, ну, и мы поняли, что мы пришли к какому-то локальному потолку, и наш канал не сможет быть математической империей, если мы не придумываем что-то новое, и Егор сказал, что он знает, что, сейчас будем снимать, сейчас все, главное, чтобы все его слушали, если мы его послушали, вышел вот этот ролик, и действительно очень сильно опять стало расти, правда, одновременно я поехал в Минск, например, неизвестно, сколько прирост был, там, в Минске было 250 человек, полный актовый зал с аншлагом абсолютно, и прямо на месте, когда я дал адрес, там сидели, я видел, как прямо через одного вбивали и подписывались, то есть, возможно, это это, но это легко отследить, смотришь там, где вот так растет, это из-за лекции, а где вот так растет, это из-за ролика, вот, то есть, это такая, вот, ну, в общем, у нас там, да, сейчас есть игра, игра подписчиков, что называется, у нас есть цель набрать 100 тысяч подписчиков, она заведомо, кажется заведомо невыполнимой, но поэтому годится как цель, ну, какой смысл выполнимой цели, да, вы ее выполнили, что дальше делать, вот, ну, и сейчас вот мы придумали новый формат, там будут как раз ситуации жизненные, математика в жизни вокруг нас, вот, а вам я лучше расскажу про Дегрея и потом про Аббц, а потом про профсфутбольные таблички с приколами, которые там были обнаружены, возможно, вы тоже их обнаружили летом, летом, кто следил за чемпионатом мира по футболу, вы видите, не может, давай, следил, 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 человек следил, да, вот, ну, хорошо, итак, что такое хроматическое число плоскости, а, а можно, презентажка включить, мне кажется, она там есть, а, но, но, может и нет, сейчас посмотрим, можно и нет, да, это, раз я, скажу, какие-то здесь файлы, а, а, должны быть, фрукты, да, нет, пожалуй, здесь нет презентации, пожалуй, тут нет, а вообще там, на самом деле, мы пооткрываем картиночки, там, блиц такие, блицы, блицы, математики, вот тут нас, там прикольные блицы есть, итак, что такое хроматическое число плоскости, что вообще такое хроматическое число чего-нибудь, хроматическое число чего-нибудь, это когда требуется красить с каким-то запретом, ну вот, хроматическое число, значит, возникает какой-то запрет, ну, обычно на графах это означает, что, если у картиночки, ну, граф это точки, ребра их соединены, вот если два, две точки и ребра соединены, то нужно, чтобы они были хроматическое число метрического объекта, это хроматическое число метрического графа этого объекта, что такое метрический граф, это значит, что я провожу все вообще линии данной длины из всех точек во все возможные, то есть, ну, как бы, из каждой точки я провожу линии во все точки, окружность, в общем, это такая, получается, вот на плоскости, например, да, это получается такая супермешанина, и нужно покрасить плоскость с соблюдением этого условия, Но условие просто стоит в том, что если две точки на этом расстоянии, которое мы выбрали, то они должны быть разноцветными. Где бы они ни находились, под каким бы углом этот отрезок ни висел. Есть точки на расстоянии 1, все, они должны быть разноцветными. Если они не разноцветные, вам двойка и конец игры. Значит, если бы я взял прямую, то вы бы мне сразу сказали, чему равно ее хроматическое число, то есть минимальное количество цветов. Которые достаточно, чтобы мне эту задачу решить. Два, конечно. Берете полуинтервалы вот этой длины запрещенной. Левый конец взяли, правый нет. Левый взяли, правый нет. Левый взяли, правый нет. И красите. Зеленый. Какой дальше? Красный. Зеленый. Красный. И так далее. И ясно, что любые две точки на расстоянии единицы равна свет. Спасибо. Вот. А на плоскости все гораздо сложнее. Элементарная оценка состоит в том, что нам недостаточно двух. Связано с наличием вот такого треугольника равностороннего со стороны один. Ясно, что если три вершины, все три должны иметь разные цвета. Но если чуть-чуть взуматься, вот самую каплю, то на самом деле и трех тоже не будет достаточно. Доказать это надо от противного. Предполагаем, что достаточно, тогда у нас есть какие-то цвета, которыми покрашены вершины вот этого треугольника. Отразим его сюда, получим ромбик. Тогда, если трех цветов достаточно, то мы точно знаем цвет этой вершины. Правда? Он номер два. Ну, осталось чуть-чуть до противоречия. Это значит, что любые две точки на расстоянии корень из трех от запрещенного, да, должны быть одноцветные просто. То есть корень из трех от запрета дает всегда одноцветные, потому что просто я могу вписать этот самый ромбик аккуратно в них, вот там. И вот через эти две точки все доказать. Эти две должны быть не такого цвета, как этот, а значит, это должно быть такого, потому что у нас вот эти. Но утверждение, что любые две точки на расстоянии корень из трех одноцветные уже, конечно, противоречит сути вопроса. Потому что достаточно промотать это вот, как бы, по окружности соответствующей взятии, она вся получается одноцветной. Но это уже не может быть, это же есть расстояние равное единицам для нее. Ну, и соответствующая конструкция называется медицином мусора. Двором бы повернутый на тот угол, чтобы их края были на расстоянии один. Значит, четыре надо, правда? Итак, количество цветов, которые требуются, не меньше четырех. А также можно легко показать, что не больше семи, то есть, что семи вполне достаточно. Для того, чтобы доказать, что семи достаточно, надо рассмотреть шестиугольное замощение плоскости с аккуратно подобранным размером шестиугольника. Андрей Михайлович Ройгородский, хроматические числа. Посмотрите на книжку в интернете и увидите, какой именно нужен соответствующий размер. Получается в семь цветов раскрасить вот такую вот сетку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А дальше повторим через вот такую вот молнию. Но длина молнии от края до края по прямой корень из семи от стороны шестиугольника. А размер шестиугольника две стороны шестиугольника. То есть, если взять молнию так, чтобы, ну, две, ну, то есть, размер шестиугольника так, чтобы две стороны было меньше запрета, и с другой стороны, и корень из семи сторон было больше запрета, то все будет хорошо. Мы таким образом все покрасим. Потому что внутри одного шестиугольника запрещенное не третится, просто, ну, этот отрезок тут не умещает, он вылезает за предел, да? Он никогда не попадает внутрь одного. А от такого одноцветного до следующего одноцветного расстояния все же больше, чем запрет, поэтому мы тоже не дотягиваемся. Ну, и, соответственно, что легко, мы видим, что в семи прекрасно достаточно, нет проблем никаких. Вот. Ну, а границу-то надо аккуратно красить тоже цвета соседей. Ну, вот. Вот, получается такая ситуация. 1944 год, проблема Нейсена входит в 1946 год, проблема Нейсена от Лигера, сразу же были указаны эти границы, вплоть до 2018 года они не менялись. Человечество ничего не знало про эту задачу, кроме очевиднейших оценок, что трех мало, а семи достаточно. В восемнадцатом году произошел еще один прикол из серии «Вот за два козь Гуэнон». А именно, некий геронтолог, исследователь процессов старения, на этот раз не школьный учитель, математика все-таки, да, кем было бы там, а исследователь процессов старения, но досуге, на рождественских каникулах 2018 года. Вдруг взял и покрутив плоскость так и сяк, увеличил эту оценку до пяти. Как могло быть, что все работающие математики такого рассуждения не смогли провести, я не знаю. Оно не то чтобы очень простое, но это олимпиадная задача, пригодился навык программиста. Оказывается, что первое образование у этого нашего геронтова, да, образование программистское. И он это самое, в некоторый момент, всю проверку свел к совершенно наглядно, ясно поставленной программистской задаче. Это не тот случай, когда проблема четырех красок, безумное время работы компьютеров, зубодробительные тысяча там случаев, и до сих пор некоторые считают, что, как бы, вот такое доказательство, это прям вообще нечестно. Никто не может охватить этих случаев всех одним взглядом. В общем, есть математики, которые очень недовольны доказательством проблемы четырех красок, которое было в 1977 году, сведено к жуткому компьютерному перебору. В данном случае компьютеру дается абсолютно понятное задание. И он его выполняет быстро и четко за два часа. Когда 7 апреля вышла статья в архиве, она называлась The Chromatic Number is at least 5 в игре, в течение одного этого дня около 100 человек на своем компьютере попробовали и проверили. Ну или там к следующему, не 100 человек проверили. И каждый написал, да, я говорю совершенно правду, вообще нет ничего сложного. До этого все совершенно кристально понятно. В момент компьютерной проверки понятно, что именно надо проверять. Понятно, как написать код. Мы написали свой собственный код и то же самое проверили. И да, действительно, этот граф не красится в четыре цвета. Но все-таки граф уже не детский. В нем 1585 вершин. Потом его спускали вниз количество вершин. На данный момент 550 клин. Я уже предложил в Майкобе, в Музее математики, нанести на стену граф на 553 вершинах дистанционный, то есть у которого, значит, в точечке соединены отрезками все отрезки длины 1. Отрезки там, наверное, десятка тысяч, по-моему, или сколько-то десятков тысяч. И он весь влезает на большую, хорошую стену. Его нельзя покрасить. Четыре цвета. Ну и, блин, вот что такое интернет, да? В 1891 году Адамар, по-моему, первый, а в Алипусен, через 4 месяца или наоборот, доказали асимптотический закон распределения простых чисел про то, что плотность стремится к 1 разделить на логарифм N. Плотность распределения простых. С разницей в 4 месяца им обоим зачли правильное оригинальное доказательство. Считалось, что за это время не мог один француз другому его рассказать. С 7 апреля 2018 года, в течение одного дня, мне написало примерно 10 человек, слышал ли ты, Саватеев, что хроматическое число подвинули наверх. Одного дня, ну, к 8 числу, это было десяток точно. То есть, все мгновенно, тоже секунду. Значит, потом еще выяснилось сейчас, сам Ди Грейф потом написал, что он обнаружил статью, потом уже написанную, двух румын, которые по-другому доказали то же самое, но они не успели ее выложить. То есть, ситуация такая же. Там была работа даже более интересная, там они использовали какую-то математику высшую, а здесь просто чистый компьютерный перебор с очень тонко подобранными графами и картинками. Вот. Ну, и в общем, у нас на сегодня вот границы, но дальше пока продвижения нет. Этот год прошел, очень много народу кинулось думать, и пока вот ситуация в той же стадии. И я хочу вам сказать, что квант-журнал за восемнадцатый год номер одиннадцать содержит нашу статью с Ройгородским и Вороновым, славотеет Ройгородский и Воронов. Фактически это перевод на русский язык и дальнейшее упрощение исходной статьи для школьников. Там прямо описано все, вот эти картиночки. Исходят у нас с циклами. Вот. Ну что, АБЦ? АБЦ. Ну, в общем, АБЦ наряду с гипотезой Риммана, это, видимо, гипотеза двадцать первого века. Это обобщение великой теоремы Ферма. Великая теорема Ферма утверждает, что n-ные степени не могут сложиться, дать еще одну n-ные степени, где n-ное большое, ну, начиная с трех. А гипотеза АБЦ вообще утверждает, что существенно нетривиальные разложения на множители то есть числа, которые получаются путем такого серьезного возведения в степень нескольких простых чисел, не могут складываться в такое же. pq, r, так, pq, r, альфа, бета, l, s1 в степени t1 и так далее, sn в степени dn. То есть, грубо говоря, мало того, что просто степени не могут сложиться и стать степенями, но и какие-то короткие отрезки степеней, перемножаясь, не могут в сумме с такими же короткими дать на такие же короткие. Но это, конечно, не формулировка, это невозможно считать формулировкой. Поэтому есть какие-то вариации, то есть это дух, вот это дух АБЦ гипотезы. А буква может быть записана разными способами, я напишу ее одним из них, одним из возможных способов. он такой, не существует тройки АБЦ больше нуля целых взаимно простых, таких, что, ну, во-первых, c равно a плюс b, и если я раскладываю на множители а, ну, вот так, да, b, вот так, чтобы просто не повторяться, и c вот так, да, если я как-то разложил их на множители, то c меньше или равно p1, p2, так далее, pR, q1, q2, так далее, qA, ну, понятно, что они все разные будут здесь из-за взаимной простоты, не будет встречаться одинаково нигде. Поэтому я все их перемножаю в степени квадрат. напоминаю, что c это s1 в степени t1, да, так далее, sm в степени tm. То есть вот эти степени не могут быть слишком велики. Если бы они были велики, это бы как бы противоречие было написано. Вот. Поэтому как бы если у этих двух велики степени, то и это будет маленькое. Ну, вот такое произведение, это называется радикал. Радикал числа, вот радикал числа записанного вот так, это просто произведение c. Радикал, соответственно, b, радикал c, ну, а здесь написано радикал, радикал abc просто, и его нужно ввести в квадрат. Есть еще одна форма. Форма такая, что если я заменю на 1 плюс ε здесь, то какое бы маленькое ε я ни взял, контрпримеры, если и существуют, то лишь в конечном количестве. Ну, например, есть такое равенство. 11 в квадрате плюс 2 в квадрате равно 5 в кубе. 5 в кубе, несомненно, меньше, чем 11 на 2 на 5, и все это в квадрате. Но, однако, 5 в кубе больше, чем просто 11 на 2 на 5. 125 больше, чем 110. Поэтому я не могу здесь двойку просто заменить на единицу и сказать, что это тоже верно. Нет, бывает неверно. Но, вот сейчас, вроде как, компьютер проверяет, что какое бы ε маленькое ни взять, вот такое нарушение может быть только в конечном числе случаев. Есть несколько таких коллекций. Коллекция нарушений и больше за abc, если здесь единица бы стояла, но вот как бы про это конечность-то говорят. Ну, а если с двойкой, то ни одного нарушения пока не выложено. Вот. Ну, вот, собственно, судьба такая, что в 13-м году еще один школьный учитель математики в Японии опубликовал ее доказательством. По-моему, он тоже школьный учитель. Ну, в общем, это надо проверить. Но, так или иначе, значит, его зовут... Так, его зовут Мошет Цуки. Я путаю Мошет Цуки и Никамото. Никамото изобретатель биткоина, неизвестный никому. А Мошет Цуки реальный человек, который якобы доказал свой забык. Но в дальнейшем, во-первых, очень долго пытались с него стрясти текст. Он все никак не стрясывался. И, в общем, кончилось тем, что взялся один из самых ярких математиков современности, которого зовут Питер Шольца. Не помню, как произносится. Пишется. В общем, молодой немец, Филдский лауреат, кажется, он последнего созрева. В общем, он взялся за это доказательство и указал на ошибку. И сейчас состояние такое, что Никамото, ой, этот самый Мошет Цуки, пытается ее исправить. Пока не преуспел. Вообще, как бы, Питер Шольца написал, что ошибка серьезная, видимо, далеко идущая последствия. Короче говоря, гипотеза АБЦ находится в рамке гипотезы. В рамке гипотезы. На сегодня ничего мы не можем сказать. Ну что, давайте под конец. Чуть-чуть веселого. Скорость метеорита в руках. Это математика вокруг НАСС. Вот так, как... Да, ну, а тратить тоже можно. Так. Значит, несколько картинок. НАССА предупреждает, что 85-метровый диаметр астероид приблизится к Земле вечером 19 февраля. Небесное тело летит с ошеломляющей скоростью 48 тысяч километров в час. Почему я сохранил этот принц-крейнер? Что такое 41 тысяч километров в час? Это сколько примерно в секунду? На скорость света 300 километров. 300 тысяч километров. Секунды. А, 48 тысяч километров в час. Это сколько в секунду? 3600. Да, 3600 еще. На 9, да? 48 тысяч поделить на 2600. Тогда получается... Да, не миллион, 13. 13 километров в секунду. Как скорость? С какой скоростью Земля идти вокруг с 20? Можно сейчас посчитать. 30. А тело идет за скоростью 13. Рурналист написал, что это ошеломляющая скорость. Меня лично эта скорость ошеломила, но только в смысле, что очень маленькая. Да, как так может быть? Но оказалось, что вот так они летели. И это скорость относительно Земли. То есть это как бы в этой скорости ничего, конечно, ошеломляющего нет, даже близко. Наоборот, когда ровно с такой скоростью летел метеорит Чебаркунь, в том тринадцатом, по-моему, году, говорили, что очень медленно, потому что под сильно острым углом в Земле. Так что это, на самом деле, медленная скорость для метеорита. Антарктида. Это математический вопрос, как у нас, это набор сюжетов таких вот, ну, анекдотических немножко. Ученые записировали в Антарктиде самую низкую температуру на планете. Самая низкая температура составляет теперь минус 98 градусов. Выяснили, ученые. Новый температурный рекорд был записирован на севере Антарктиды. Антарктида находится на южном полюсе и вокруг него. Если как-то и понимать север, то он получается по границе с океаном. Северная, может быть, северная поверхность. Ни в одной точке на границе с океаном такие температуры не бывают. Это уже надо знать географию. Такой холод может быть только глубоко внутри. Значит, это заведомая чушь. У меня даже есть гипотеза, что она появилась, потому что журналист увидел, что очень холодно, и решил написать на севере. Что такое Антарктида, ну, понятия не имею. И где она? Ну, в общем, это такая явная лата. Так. Теперь ПИ. ПОЧИТАЕМ ОПРЕДЛЕНИЕ ПИ, Арнольд ПИ. Что такое ПИ? В докладах Академии наук за 35-й год я, пишет Арнольд, читал 200 типиологов. Одна называлась «Долбящая деятельность дятла», другая «Фонтанирующая деятельность китов». Последняя описывала задачи из правства китологов. Как нужно выяснить объем кита? Кит считался цилиндрическим. Формула В равно ПИР квадрат на Эль. Ир оценка половины ширины кита, а Эль длинные. Нужно было объяснить китологов, что такое ПИ. Объяснение было такое. ПИ константа, которая для гринанских китов равна ПИ. Вот. Ну, это прямо вот из пеники Арнольда по, по-моему, про циклирование. Так, идем дальше. Это я детям всегда спрашиваю, что не так. Потом мы выясняем, что на боярце Земли ПИ очень разное будет в разных местах, если вычислять с учетом искривления. Так, теперь есть замечательная картинка, которая называется «Проективный мир». Так, предыстория стоит в том, что я вез в Майкок обод для колеса на велосипед своего друга. Ну, и мы его используем, этот велосипед по очереди. Там сломался обод, нужно было провести новый. По пути в Майкок мы проезжали Лазаревское. Мы прилетели в Сочи и ехали в Майкок, значит, на перекладных. Проезжали Лазаревское. В Лазаревском самое большое в России колесо обозрения. Решили сделать, как это называется, инсталляцию. Колесо велосипеда на фоне колеса обозрения с полным совпадением. Я встал, держу, солнце зашло. Поздно, друг фотографирует и чертыхается. Как мне можно снять? Я говорю, что такое? Ну, говорит, колеса совпали, а центры нет. Какая-то, говорит, чертовщина происходит. Но на самом деле никакой чертовщины здесь нет. Если колеса лежат в разной плоскости, то они запросто могут совпасть, а с центра нет. И это есть один из примеров проективных преобразований, сохраняющих окружность, но меняющих центров, которые входят в группу движения Лобачевского соответствующей модели геометрии Лобачевского. То есть, это должна быть картина на обложке книги по геометрии Лобачевского. Она означает одно из движений этой геометрии. Вот. Так. Так. Ну что же, наверное, футбол. Группа А. Группа А. Это наша группа. Когда мы обыграли Египет, журналисты все побежали рассказывать, что мы впервые за 32 года вышли из группы. Я очень заволновался, потому что на тот момент это было неправдно. Если бы Уругвай проиграл Саудовской Аравии, то в дальнейшем при проигрыше нашему Уругваю, что и произошло, и проигрыше Египта-Саудовской Аравии, что и произошло. Ситуация была бы 6-6-6-0. То есть, три команды выиграли по два матча из трех, и одна слила всем. Личные встречи ничего не дают, надо смотреть разницу мячей. Но факт тот, что из трех команд по шесть очков каждая, одна команда дальше не идет, потому что дальше идут две команды. Соответственно, можно два раза выиграть и не пройти дальше. Это само по себе удивительно. Но в данном случае нам это не очень грозило из-за матча 5-0 первого. То есть, там должны были быть жуткие счета. 0-9 должны были проиграть, что-нибудь такое. Поэтому все-таки журналисты почти правы. Но интересно другое. Мы, на самом деле, у Ругвая, как оно сложилось, так, как оно сложилось, могли и проиграть. Опять же, что будет, если мы сохраняем все результаты и проиграем у Ругвая? Вычитаются результаты наших трех, ой, не у Ругвая, а у Египта. Египту могли проиграть. Если заменить результат выигрыша у Египта на проигрыш, таблица будет 9-3-3-3. Обратная ситуация. Одна команда всех мочит. Три команды проигрывают два матча и выигрывают один. По кругу. Из трех команд, которые проиграли два матча и один выиграли, одна пролезет дальше. То есть, можно одну, один матч выиграть, два проиграть и, тем не менее, выйти из группы. В этом случае были бы мы, только если счет был бы не крупным. Потому что, опять же, 5-0 очень сильно давило вот этот наш суперрезультат первого матча. Он очень сильно управлял дальнейшим хором событий. То есть, вообще говоря, можно было даже два оставшихся проиграть, если, конечно, учесть, что вы собирали в Египте в результате. Так, следующая группа еще веселее. На самом деле, это группа F. После матча Германия-Южная Корея репортеры поспешили сказать, что потерявшая шансы на выход Южная Корея дралась как любые и обыграла Германию. Южная Корея не теряла шанс на выход. И играла за свою судьбу. Если бы Швеция обыграла Мексику не 3-0, а 3-2, ой, нет, извините, если бы Швеция проиграла Мексике с любым возможным счетом, вообще любым, то таблица была бы такая. Мексика 9, Швеция, Германия, Южная Корея по 3. Смотрим разницу мячей. С любым счетом проигрыш Швеции, вот те 3 аннулируются, будет разница отрицательной. У Германии отрицательная, у Кореи 0. Проходит Корея. То есть, иными словами, на самом деле, стоило Мексике обыграть Швецию, как Корея, выиграв 2-0, выходила из группы. С одной победой и двумя поражениями. И вот это нигде в газете я не видел. Нигде. То есть, это вот, это чисто, они просто пропустили, не заметили. Ну, думали, что раз в два раза проиграла, значит, уже не прошла. Вот. Ну, и последний интересный результат из этой группы F состоит в том, не, нет, это группы F состоит в том, что даже если бы Германия обыграла Корею с любимым немецким счетом 1-0, этого было бы недостаточно. В случае Швеции и Мексики между собой, чека вместо 3-0, 3-2 или 2-1, дальше бы шли Швеция и Мексика. Потому что, опять же, из трех команд по 6 очков идут две, смотрится разница мячей, она будет одинаковой, смотрится количество забитов. Все. И Германия бы все равно оставалась мимо кассы. Вот. На самом деле такая ситуация была в четвертом году. В четвертом году была фантастическая ситуация сегодня на чемпионате Европы. Играли, значит, играли в одной группе Швеция, Дания, Италия, Болгария. Швеция и Дания с Италией сгоняли ничейку, и у Италии было 2 очка. А у Швеции с Данией по 4, а именно ничьи с Италией и победы над Болгарией. Болгария играла ужасно просто. В 2004 году сливала все со старшим счетом. Значит, у Дании, кажется, было 3-0, у Швеции 4-0. Против Болгарии с Италией были ничьи 1-1 и 0-0. У Швеции 1-1, у Дании 0-0. В результате, когда Швеция начала играть с Данией, они довольно быстро забили друг другу по одному голу. Что это означало? При счете 1-1, Швеция и Дания будут идти дальше. Ну, Швеция заведомо, у нее 2 ничьи по 1-1. У Дании те же результаты, что и Италии. Но у Дании Болгарию, Дания Болгарию там обыграла 3-0 или 4-0 даже. А Италия начинала играть там в Болгарии, ну, типа какие-то 1-0 делали. Дальше происходит следующее. Катастрофическая ситуация. Италия забивает Болгарию типа 4 гола подряд. Становится 5-0. Теперь Италия выходит дальше, а не Дания. Потому что, когда все уровнено, смотрят результаты с ау-сайдером. Что думаете делать Швеции в Дании? Забивают друг к другу по одному уголу к концу игры. Теперь Италия может сказать 13 запихивать. Никакого значения не будет иметь, потому что уже по личным встречам трехкоманд мячьи с более высоким счетом. Дисциплинарный комитет Уэфа заседал, говорят. Но не смог доказать сговора в этом случае. Ну, какая шутка? Даже бабки не ходили. Две скандинавские страны аккуратно высадили Италию с чемпионата Европы. Ну, а в этом еще шикарная ситуация. Это вот группа последняя. Это группа H. Это, значит, это не математика вокруг нас. Это просто чудеса вокруг нас. Япония и Синеган имеют идентичные результаты вообще целиком во всем. Кто выходит? Потому кто с первой команды лучше сыграл. Да. Нет. Желтые карточки. Желтые карточки. В этом случае все показатели объективные вот здесь уровненные. Ну, а японцы, они самураи, они не падают просто так на ковер при игре. Вот. И они получили меньше желтых карточек. И вообще в целом они играют более аккуратно. И они, кстати, всегда этим очень гордились. Но это никогда не произносило им никаких плюсов. И вот один раз принесло, они вышли. Они вышли в 1 восьмую при полностью равных результатах из-за желтых карточек. Из-за того, что их меньше. Вот. Так, ну, собственно, наверное, все. Давайте посмотрим, еще что-то есть или нет прикольное. По-моему, это все. Видимо, еще вот сейчас я посмотрю, если есть что-то еще. А, нет, ну, про фунты давайте все. Самое последнее. Фрут 1 надо сделать, а потом фрут 2. Итак, пришли на вечеринку мальчики-девочки. Девочки посчитали количество бананов, яблок и апельсинов на этой вечеринке. А мальчики образовали вот такие выражения странные. Количество яблок делить на бананов плюс апельсинов и так далее. Когда дети сложили эти три выражения, они получили число 4. Вопрос, чему могло и быть равны количество бананов, апельсинов и яблок? Ответ, минимальные количества задаются файлом фрут 2. Огромные числа. Вот так. Вопрос. А как можно было это угадать? Перебрать до сюда нельзя, компьютер не умеет. Ответ. Приглашаю вас всех в теорию эллиптических кривых. Кодирование, биткоины, все, что мы знаем вокруг нас, всякие карточки, это все эллиптические кривые. И решение можно понять, это эллиптическая кривая написано на самом деле. И это одно из решений, его можно с помощью процедуры, придуманной еще диафантом, александрисом. Это сколько яблок было? Да, яблок, александрис и банан. Это минимальное решение. Следующее примерно 100 шерстей. В общем, там эффект удвоения обычно, когда начало количество. Но там зависит еще от рамки. Это центр сооружения математики. Ну что, друзья, спасибо вам огромное, что вы не поехали на дачу, а пришли сюда и слушали. А еще сегодня финал чего-то там, да? КВР. КВР. Можно сделать для этого, как обычно, коробочку. Вот, сейчас я произведу. Книги в твердой обложке вам достанутся. Теперь появился тираж, который в твердой обложке. Я его не могу возить в другие города, далекие. Но в Подмосковье, вот там, где забирают машины, там и вот. Вот, я все устижу. Ну и понятно, что кто хочет много книг, берет много книг. Их реально здесь там безумное количество. Так, это коробка для донатов. Вот. Ну, в общем, те, кто чувствуют себя состоятельными, бросают 500 рублей. Те, кто чувствуют себя студентами, ну, соответственно, меньше. Я не буду видеть, бросайте сколько хотите, а дальше берите и подписывайте меня.